— Александр Петров, — Кевин Спейс, — Том Хэнкс, — Николь Кидман, — Зеленский, — Сарик Андреасян, — Тарковский, — Тарантино, — Сарантино, — Никита Михалков, — Гай Ричид, — Фасбиндер, — Кончаловский, — Балабанов был. — Да это офигенно! — Ну вот видишь. Антон, у нас как-то был выпуск с Сергеем Гуриевым, важным русским экономистом, и мы ему сразу сказали — — Сергей, мы хотим задавать вам стыдные вопросы про экономику. Мы хотим задавать тебе стыдные вопросы про кино. — Ну, с кино — другая ситуация, чем с экономикой, ты же понимаешь. — Что, типа, понятней? — С экономикой всем стыдно признаться, это как с математикой. Никто на самом деле ничего не знает выше уровня средней школы. В кино все разбираются, и каждый уверен, что он знает, что к чему, как все устроено, кто кому платит и за что. — Я буду первым, кто честно скажет, что я не разбираюсь. Люблю, но не разбираюсь. У тебя был эфир на канале «Книжный чел», отличный канал для молодых и не только интеллектуалов, можете подписаться, и там вот комментарий был, самый заплюсованный, он идеально описал Антона Долина, у меня в голове это крутилось, но я никак не мог сформулировать. Антон Долин — человек, который говорит о кино с таким воодушевлением и страстью, что порой ему не хватает воздуха. Вот примерно в таком режиме, я надеюсь, мы сегодня про кино с тобой поговорим. — Попробуем. — Антон, у нас простая концепция. Здесь мы с тобой говорим про тебя, на другой локации мы задаем стыдные вопросы про кино. — Отлично. — Советское кино и правда великое или это миф? — Конечно, оно и правда великое, но надо понимать, что этот вопрос настолько же абстрактный, как итальянское искусство, оно правда великое? Американское кино, оно правда великое? Правда. Ну, это не значит, что каждый фильм будет обязательно великим. Наверняка есть очень много всего посредственного, никудышного. Но для того, чтобы стать великим, кинематографу достаточно произвести на свет несколько шедевров, несколько разных, не похожих друг на друга авторов, чтобы это не было локальным явлением, каким-то одним направлением в кино. Вот. И оказать хотя бы какое-то влияние на развитие мирового искусства. Безусловно, для того, чтобы наше кино советское стало великим, было достаточно нескольких имен людей, которые его изменили у нас, а потом изменили для всего мира. Условно говоря, то, что сделал Дзига Вертов или Сергей Зинштейн, авангардисты советские. А потом, уже после войны, Тарковский прежде всего, но не только, и Элиэм Климов, и Лариса Шипитько, и Кира Муратова. То есть это имена, которых знают в мире, их изучают, о них пишут книги, их смотрят, показывают в институтах. И это искусство достаточно самобытное. Другое дело, что то советское кино, которое мы ассоциируем с этим словосочетанием, это то, что мы смотрим по праздникам, когда эфирные телеканалы вновь показывают одни и те же фильмы, это не те фильмы, которые знает весь мир, и не те фильмы, по которым знают нашу страну и нашу культуру. Но, может быть, один фильм, Москва слезам не верит, поскольку он и получил Оскар, и любим народом, он соединяет эти два мира. Но, с сожалению, должен сказать, что комедии Данелии или Гайдая, или, допустим, Рязанова, великолепные фильмы, их знают здесь и все. Ну, то есть сейчас, наверное, придут какие-то обиженные люди, скажут, что вот в такой-то провинции Китая это показывали, и все китайцы смотрели, им понравилось. Наверняка есть точки в мире, где это тоже знают, где тоже знают и любят бриллиантовую руку. Но, в принципе, это наш культурный феномен. И в мире какого-нибудь Марлена Хуциева или Александра Сокурова знают гораздо лучше, чем Рязанова и Гайдая. Надо просто это понимать и с этим как-то сразу смириться. Но величие советского кино в том, что там были и те, и другие. Советское кино — это пример того, что в условиях цензуры и ограничений творить проще? По-моему, это какой-то ужасный миф. Какая-то ошибка сознания. Я, если позволишь, зайду немножко издалека. У меня есть, не точно ее приведу, есть любимый пассаж в такой немножко жульнической книге моего любимого Дэвида Линча. Книжка называется «Поймать большую рыбу». И он там говорит, он там всем советует заниматься трансцендентной медитацией. И немедленно. Потому что тогда ты становишься счастливым. Говорят, счастливый художник, он производит великие произведения. После чего он сам с собой вступает в диалог, говорит, ну мне на это могут ответить. Вот Ван Гог же он был несчастным, а какой гений. Так вот, говорит Линч, я уверен, что если Ван Гог занимался бы трансцендентной медитацией, там не отрезал бы себе ухо, тогда он создал бы гораздо больше еще лучших картин. Ну и, конечно, мы не можем проверить, так это или нет. Очень может быть. Это романтический миф, что художник должен страдать, умереть молодым, и тогда он будет гениальным. До романтизма, там, в 18 веке и ранее никто совершенно так не считал. Наш советский романтический миф, постсоветский на сегодняшний день, он в том, что цензура даже каким-то образом помогала. Потому что нам все запрещали, а люди вот так вот хитроумно через азопов язык что-то протащили и раз. Ну, послушайте, Тарковский вот таким макаром снял за свою жизнь семь фильмов, два из них за границей. Почитайте его мемуары и посчитайте там, сколько проектов он не осуществил. А Бергман снял 40 фильмов. Это не значит, что Тарковский в четыре с половиной раза лучше, чем Бергман. У Бергмана все фильмы тоже классные. Но Бергман мог себе позволить снять средний фильм. Потому что через год он снимал опять гениальный. Нормальная жизнь нормального художника. А живший в ФРГ, то есть в страшном, разлагающемся капиталистическом обществе, Фассбиндер, умер совсем молодым и снял в своей жизни больше фильмов, чем лет он прожил на земле. В Советском Союзе это было невозможно. Это должно было пройти через госкино, министерство, утверждение везде. И это тебе ничего не гарантировало. Фильм мог быть запрещен. А страшная история Аскольдова. Человек снял фильм «Комиссар». Прекрасный фильм. Это единственный фильм, который он снял. А почему единственный? Потому что его сломали об колено. Потому что человек снял отличный фильм. Но поскольку в этот момент у СССР испортились отношения с Израилем, а в фильме были хорошие евреи и непонятно какие коммунисты, сказали «Да ну нафиг, не надо, не будем показывать». И человек, который все, что у него было, вложил в эту картину, после этого не снял ни одного фильма. И одна эта история, ее вот одной этой истории достаточно для того, чтобы тезис о благотворности цензуры забыть просто навсегда. Цензура, ну вот про некоторые вещи… Понятно, что мы живем в мире морального релятивизма. Все относительно. Но все-таки мы можем сказать про некоторые вещи, что это абсолютное зло. Вот, по-моему, ядерное оружие – это абсолютное зло. На мой взгляд, это так. Насилие сексуальное над детьми – абсолютное зло, да и не сексуальное. Любое насилие над детьми – абсолютное зло. И вот таким же образом цензура – абсолютное зло. В моей системе координат из этого правила нет никаких исключений. Мы в Красной Поляне. Каждую зиму я приезжаю сюда со своим сноубордом, но пока сезон здесь еще не открылся. И кататься можно только по асфальту. Поэтому сейчас меня ждет двойной челлендж. Ребята из местной мастерской заготовили для меня лонгборд. Вместе с ними я его сейчас доделаю, а потом впервые в жизни попробую на нем прокатиться. Мы у ребят в мастерской – Женя, Люда, художница. Руководи. Начнем со шкурки. Давай я сделаю, а вторую часть уже… Уже я. Вот так. Мне кажется, здесь уже, а здесь шире. Просто у доски тоже будет рабочая сторона, и не очень. Сейчас Серега скажет опять, что я бедовый. Потренируешься, возьмем тебя на работу. Я готов. Офигенно. Дальше. Колеса. Подвеска лонгбордическая. Она ставится болтом наружу. Вот. Есть. Оп, легким движением. Это лонгборд или это крузер? В чем разница? Есть скейтборд и есть все остальное. Вот я бы так это все описал. Короче, доска с колесами. Нас всегда вдохновляют новые знания и навыки. Даже если результат не виден сразу, даже если полно сложностей, само ощущение от того, что ты узнаешь и учишься чему-то новому – это кайф. А еще нас вдохновляют молодые ребята, которые даже в такие турбулентные времена, как сейчас, запускают новые проекты и пытаются сделать что-то классное и полезное. Вместе с Литуаль мы хотим поддержать тех, кто сейчас находится на самом старте и запускаем специальный конкурс. Чтобы принять в нем участие, расскажите в комментариях о своем деле или проекте и о том, какие специальные знания и навыки вам нужны, чтобы выйти на новый уровень. Три победителя получат до одного миллиона рублей на образование каждый. Важно! Это не история про классическое образование. Это должно быть что-то максимально конкретное и прикладное. Курсы, практики, мастер-классы, которые могут находиться в любой точке мира. Если вы сможете логично объяснить, почему они вам необходимы. Но по возвращении проект должен быть продолжен и реализован в России. Ну а если у вас еще нет проекта, подходящего под условия нашего конкурса, вы можете поддержать других участников. Покупайте ароматы, отмеченные специальным знаком «Выбор в Дудя» в магазинах Литуаль с 1 по 31 декабря 2020 года. И поступление от этих покупок образует призовой фонд для наших победителей. Ну а все детали конкурса по ссылке в описании. Вперед! Почему ты ушел из «Вечернего Урганта»? История очень простая. Ну, давай с самого начала начну. Я когда пришел в программу «Вечерний Ургант», которая только запускалась, а я с ними познакомился до того, как программа вышла впервые, то есть почти за полгода, я вообще не верил, что это может сработать. Мне они не были нужны, я был уверен, не нужен им. То, что мы друг другу понравились, уже было очень странным. То, что я там насколько-то удержался, было еще более странным. Я делал очень провокационные вещи. Одна из них была, поскольку мое начальство тогда на ВГТРК, на радио ВГТРК, очень бесило, что я хожу на первый канал, первый канал ВГТРК, друг друга не любят, как реально гугеноты и католики во время Варфоломеевской ночи. Вот, и я сказал тогда Урганту, говорю, ребят, вам, если вы меня хотите, вам придется в эфире говорить обозревателя радиомаяка. Сорян. И я думаю, ну сейчас точно они меня сольют, все, и это закончится не начавше. Они говорят, ну ладно, несколько лет оно вот так вот шло. Потом они перестали это говорить, но, видимо, все на это уже забили и смирились неизбежно. Короче говоря, где я и где первый канал? Это также Иван Ургант, с которым странным образом мы сошлись, в общем, за эти годы, но это тоже удивительно и странно. Естественно, я никогда не был сотрудником Первого канала, как меня кто-то там любит называть. Ежемесячно я подписывал какие-то бумажки, как всегда их не читая. Потому что я за этот прошедший месяц провел столько-то программ и получу за них столько-то денег. Деньги очень-очень скромные, не буду с того позволения их называть, что называется, не моя тайна. Ну, правда, ерунда. И это было, конечно, не ради денег. Но я сначала просто взял себя на слабо, когда это начиналось. Вот смогу ли я выходить перед телекамерой? В максимально некомфортной тебе среде. Да, но я старался их тоже поставить в некомфортную, насколько возможно, положение, но, похоже, им было совершенно все равно. То есть я сказал, я им сразу, когда пришел, сказал ряд вещей про себя, что я не шутник и весельчак, и не буду шутить какие-то... Что я не буду репетировать заранее вопросы и ответы. Что я не буду вообще ничего репетировать. Буду приходить и говорить, что я не буду выбирать фильмы, которые они мне скажут. Что я не буду хвалить и рекламировать фильмы Первого канала, даже если они будут классные. Ряд вещей этих заложил. И, наконец-то, говорю, решив их этим добить, мне казалось тогда так, что ходить я буду только в своих шмотках. Вы мне даже не то, что меня одевать не будете, вы мне и советовать не смеете, что во чем ходить, потому что мне плевать, что в ваших глазах я, возможно, лошара. Вот я буду такой лошара. Зато мне будет комфортнее. И с тех пор в каждой второй, наверное, программе издевался над моими джемперами и чем-то. Ну что делать? Видимо, это налог на то, что я хожу не пойми в чем. Мне от этого было комфортно. От того, что я вот эти условия абсолютно импровизационно оговорил, и то, что они на эти условия пошли, для меня было подтверждением того, что их намерение серьезное. Ну, тем не менее, ну как, я пишу днем в Фейсбуке, как я сейчас сходил на митинг за освобождение узников Болотной, написал, сходил на митинг и сразу на первый канал еду. Думаю, ну когда-нибудь это должно закончиться. И вот оно закончилось. Собственно, и все. Если не въезжать в конкретные детали, это вот так. Вот такая простая история. Проще не бывает. Я никогда им не подходил, и в какой-то момент просто чаша терпения, видимо, переполнилась. Не руководитель программы, а руководитель Первого канала. — Почему именно сейчас она переполнилась? — Официально мне никто ничего не объяснял. То есть меня не вызывало к себе руководство словами «Ты сделал то-то, и за это мы тебя увольняем». Поэтому я могу здесь только говорить о том, что мне известно с чужих слов. Вот с этой оговоркой я скажу. Ряд людей с полной уверенностью мне сказало, что причиной того, что Константин Энц больше не захотел меня терпеть на Первом канале, было то, что за полгода до моего ухода с этого Первого канала, недобровольного ухода, я опубликовал вовсе не на Первом канале, а в издании «Медуза», куда я пишу статью про фильм «Союз спасения». — Ты тоже это критиковал? — Ну конечно, мне этот фильм очень не понравился. Я осознаю то, что тут разные интересы вступают в конфликт, и, если честно, я даже предупредил, надеюсь, сейчас никого не подставляю, руководство команды «Вечернего Ургана», там несколько человек, авторов, говорю, ребят, извините, но я про этот фильм напишу, что я думаю. Если меня за это сейчас тут галлотинируют, я готов. Если вас галлотинируют, сори, ну, я вас в это вмешивать не хочу, просто предупреждаю. Вот. Ну и мне говорят, да, дело в этом. Это такая отложенная казнь. Но от того, что она отложенная, она становится только более абсурдной. Но, насколько мне известно, официально Константин Львович никогда этого не говорил. Он сказал, что дело в том, что Долин, он не любит правительство и власть, и он такой чувак чуждый ценностям Первого канала. И я не знаю, что звучит глупее одно или второе в моих глазах, в моем представлении. Но для него, очевидно, что-то из этого имеет смысл. Возможно, у него были претензии к моему профессионализму, но я никогда их не слышал. У вас не было разговора? Нет. Когда ты опубликовал рецензию на «Союз спасения», ты допускал, что уже тогда ты расстанешься с вечером? Ну, конечно. Во-первых, я допускал это за два года до того. После того, как я стал главным редактором журнала «Искусство кино», я вообще стал думать, что это какой-то бред, что я хожу в качестве юмористического персонажа в юмористическую передачу и в то же время какую-то статусную или псевдо-статусную функцию выполняю. И я встретился с ними и говорю, «Ребят, может, я пойду уже? Хватит?» Они говорят, ну, давай ты не пойдешь. Хочешь — реже приходи. Я говорю, ну, хорошо, ладно, если вам так нужно. Мне не сложно. Но это никогда не было для меня венцом каких-то мечтаний. Это парадоксальная часть моей жизни «Вечерний орган». Она неожиданная для меня. Она для меня очень странная, правда. Всегда была и осталась, и останется. Александр Петров — хороший актер? Мне кажется, очень. Мне кажется, он замечательный актер для определенных фильмов, для определенных жанров. Я один раз видел его немножко не в своем амплуа, но в то же время он там немножко играл самого себя. Поэтому это чуть-чуть такое читерство. Это сериал «Звоните Ди Каприо». То есть где он играл известного артиста, хотя и поставленного в какие-то… Я понимаю, что вопрос, он хороший-плохой актер связан с тем, что когда актера очень много, его все снимают, он начинает всех бесить. Когда он всех бесит, все перестают видеть уже актера, видеть персонажа, а видят только актера, и думают, что он плохой, он не смог перевоплотиться, потому что мы опять видим Александра Петрова. Но когда мы смотрим любой фильм с Шварценеггером, мы всегда видим Шварценеггера. Ну давай не Шварценеггера, потому что он все-таки очень жанровый актер. Хорошо, Сталлоне. Это тоже жанровый актер. А Том Хэнкс? Ну Том Хэнкс — актер другого типа. Ну вот смотри, претензия к Петрову — он везде одинаковый. Вот для меня, не историк и не специалисты кино, Том Хэнкс тоже везде одинаковый. Внешне он один и тот же. Да, у него разные роли, но я не вижу его принципиально другим, когда смотрю своим чайниковским взглядом. Ну я не знаю, мне кажется, видишь на самом деле, мне кажется, все равно видишь, что он разный. Мне кажется, что он великолепно органично играет идиота в Форресте Гампе, но он же органично в этой роли, мне кажется, он совершенно непрекрасен. А в «Спасти рядового Райана» он уже, поймай меня, если сможешь, он там мудрый человек, такой образ, отцовский такой образ. И он тоже в этом качестве очень хороший. Это противоположные персонажи на самом деле. Ну да, лицо то же самое, у него такой же голос, он никак его не искажает, не меняет, он не удлиняет себе нос, или его не укорачивает. Но актер не обязательно должен трансформироваться. Есть актеры с очень яркой внешностью, и они всегда играют этой внешностью. Просто по-разному, в разных контекстах. А есть актеры с внешностью такой, что называется, протеичной. То есть они могут как протеи меняться. Они как бы невыразительны, и в то же время могут быть выразительны тысячи способов. Как Евгений Миронов, например. Вот прекрасный артист, которого я очень люблю. Или Кевин Спейси. Артист, который всегда везде разный. Он не случайно сыграл гениальную роль в обычных подозреваемых. Когда он как бы человек, которого нет. И в то же время он самый главный герой и злодей этой истории. Простите за спойлер те, кто не видел этот фильм. Актерское ремесло – это очень странная вещь. Я люблю повторять, что даже самый ужасный актер, он как испорченные часы. Испорченные часы дважды в сутки правильно показывают время. И если ты найдешь применение для плохого актера, в этом фильме или в этой роли он может быть восхитительным. Ты понимаешь хейт к Петрову? Просто потому что надоел? Он очень популярный человек, он всех достал. Можно ли что-то измениться? Да, конечно. Детокс? Детокс на годик. Роли в совершенно другого типа фильмах. Они могут быть неудачными. Но какой-то поиск себя. И, может быть, этот поиск ничем не закончится, он вернется опять в блокбастеры русские. Совершенно неважно. Просто на какое-то время сделать это, погулять в стороне. Я бы сделал так. Ну, нам же подают, когда мы едим суши, имбирь для того, чтобы мы между суши с угрём и с лососем съели имбиринку, и у нас во рту просто вкус этот вот очистится. Мне кажется, этот имбирь, он полезен людям любой профессии. Иногда для того, чтобы чуть-чуть отвлечься. Во время протестных акций, твоих походов на митинг, любой другой активности по части политики, хоть когда-то обратная связь прилетала? Антон? Ну, притормози. Нет, честное слово. Единственная обратная связь со стороны программы Урганта была, когда ребята из программы говорили, «О, мы тоже были, мы тебя видели». Ну, многие тоже ходили. Опять же, надеюсь, что я никого не палю, но я же не называю каких-то конкретных имен. Какое впечатление у тебя сложилось от долгого знакомства с Ваней Ургантом? Ну, во-первых, я должен сказать, что это не близкое знакомство. Мы работали вместе, действительно. Не то, что когда я приезжаю, читаю лекцию, не знаю, в городе Гамбурге, и встает какая-нибудь пожилая пенсионерка и говорит, «Ванечке там привет передайте». Они считают, что, видимо, мы с Ванечкой где-то вместе живем там и… Ну, нет, извините. Я всем это честно говорю, что нет. Я скажу, мне не нравился Ваня Ургант до того, как я пришел в программу «Вечерний Ургант». Мне казалось, что это какой-то такой фанфарон, не очень остроумный. Я видел его, я помнил его по МТВ. Мне вообще не нравилось, что он там говорит и прочее. Когда я начал ходить на программу, я себе сказал, «Окей, парень, видимо, все-таки хороший, но интервьюер он средний». Ну, я всю жизнь беру интервью. Не то, что я себя с ним сравнил, просто я немножко понимаю эту профессию. Но потом я увидел, как он в течение даже первого года и дальше больше, как он научился каким-то совершенно потрясающим вещам. Брать интервью, разговаривать с людьми под камеру. И вообще научился какой-то спонтанности. Я стал вслушиваться в то, как он общается, как он шутит. Конечно, за этим масса каких-то неврозов тоже есть. Но мне показалось, что он очень тонкий, одаренный, интересный человек. А потом в какой-то момент, это было год или полтора назад, когда он уже полностью меня победил и переубедил в сторону симпатии к себе. Моя бывшая коллега по газете «Газеты», замечательная авторка, автор «Новой газеты», Слава Торощина написала про Урганта «Колонку», где она рассказывала про то, что этот человек, который, пройдя через очень успешную, сложную, интересную биографию, смог не предать себя. И я совершенно с ней согласен. И как в его положении не предать себя — это сложный вопрос. Но мне кажется, это немножко путь такого шекспировского шута. Эти гениальные герои у Шекспира — шуты, которые такие вещи иногда говорят, что другой король, иной, за это сразу бы голову с плеч. Вот. А они все равно продолжают это говорить, потому что они с этими королями рядом. Я про «Союз спасения» не спросил. Как ты себе сам объясняешь? Смотри, ведь это же люди, которые, очевидно, довольно умны. Эрнст. Тяжело это отрицать, чем бы он ни занимался. — Конечно. — Зачем тогда? Я, правда, в основном это из уст Максимова слышал, но все равно. Они всем говорят, что это не пропаганда. Это мы показали, как есть. Как есть. Если любой человек, который понимает русский язык и понимает просто, ну, какие-то вот минимальные логические связки он умеет делать, он включает фильм и видит абсолютно пропагандистское кино. — Это очень сложный, на самом деле, вопрос, и не мне на него отвечать. Мне кажется, эти люди... Я же тоже годами во многих вещах сам с собой договаривался. Я надеюсь, что я никогда не был замешан в никакой пропаганде. Вот. Для меня это неприемлемо. И я всегда, в любом месте, где я работал, был готов одним днем уволиться, если меня попробуют вынудить сказать или сделать что-то для меня стыдное. Но представь себе на секунду ситуацию, в которой ты не являешься наемным сотрудником, который может уволиться, а в котором ты являешься создателем, автором и владельцем того СМИ, который этой пропагандой занимается. Как ты в этой ситуации можешь быть вне этой пропаганды? Никак. Как ты в этой ситуации можешь смотреться в зеркало, причесываться по утрам и говорить себе, я занимаюсь пропагандой. А пропаганда — это ложь на самом деле. Пропаганда не бывает правдивой. Пропаганда — это всегда специальным образом окрашенная картина мира. И тогда человек с собой договаривается, чтобы ему нормально смотрелось в зеркало, он себе говорит, ну, это не пропаганда. Ведь на самом деле декабристы были сомнительные такие ребята. Это в Советском Союзе была пропаганда. Ну, они были все за революцию, им хотелось показать, что революция — это хорошо. Но мы-то знаем, что плохо. Ну, и вот здесь начинается, да, революция — это плохо, как революция — это хорошо. Некий обобщенный абстрактный тезис берется за основу, из него начинают лепиться какие-то марионетки, которые притворяются, как будто они живые люди, изображающие реальную историю. Они, конечно, не живые, и история, конечно, нереальная. Пусть она основана на каких-то реальных фактах. — То есть самовнушение? — Я думаю, да. То, как готовится к роли Кристиана Бейл — это классно или это идиотизм? Ну, это точно не норм. Потому что если бы это было нормально, все бы это делали, и тогда актеры бы просто вымирали. По-моему, это круто. Это перфекционизм. Тут надо немножко отойти от наших представлений об актерской игре и профессии, понимать, что я, например, занимаюсь тем, что я пишу тексты. Иногда я их произношу, иногда я их пишу. И вот тексты для разных изданий, для разных случаев я буду писать по-разному. И это нормально. И актер тоже по-разному играет разные роли. Но вопрос в том, что мы считаем инструментом актера. Большинство актеров своим инструментом считают просто вот то, какие они есть. Вот я такой, гример по желанию режиссера что-то ко мне добавит или что-то уберет, и я такой буду это играть. Так же, как уже делал или по-другому. А есть и актеры, которые считают, что раз мое тело – это мой инструмент, этот инструмент должен звучать по-разному. Но есть разные музыканты, которые по-разному общаются со своими инструментами. Есть те, кому надо играть красивые мелодии, а есть те, кому надо, как многие джазмены делали, сделать так, чтобы взять на трубе или на саксофоне ноту, которую никто другой взять не может. Все так делать не должны и не могут, и не хотят, и не нужно. И Кристиан был человек, который смотрит очень серьезно на свое тело, как на инструмент, который должен соответствовать. Если он набирает вес или сбрасывает вес для роли – это же не цирковой трюк. Это не делается, кстати говоря, на глазах у каких-то камер в прямом эфире. Это его способ сыграть эту роль наилучшим образом. Есть другой еще более безумный человек – Дэниел Де Льюис. Он совершенно гениальный. Это единственный артист, у которого три Оскара за лучшую мужскую роль. Но он просто очень-очень мало снимается. Он половине режиссеров отказывает. Рассказывал мне Мартин Скорсезе, когда он хотел Де Льюису уговорить сниматься в бандах Нью-Йорка. Ему пришлось поехать во Флоренцию, где Де Льюис устроился под мастерьем к какому-то башмачнику и учился делать башмаки из кожи. И надо было режиссеру туда приехать лично, чтобы сказать «Старик, я делаю фильм «Банда Нью-Йорка», хочу тебя в главной роли». Ну и тот подумал и согласился. Мог бы не согласиться. И вот Дэниел Де Льюис, потому что его герой все время ненавидит героя Ди Каприо, он ходит с ненавистью. Ему надо было эту ненависть откуда-то изобразить. И по легенде, не знаю, правда или нет, он все съемки ходил в плеере и слушал исключительно на нон-стоп слушал Эминема. Потому что он ненавидит Эминема. Ему хотелось, чтобы он бесился все время. И он ненавидел бы Ди Каприо как этого Эминема. Ты мне задашь вопрос, нормально ли это? — Да это офигенно! — Ну вот видишь, вот и ответ на твой вопрос. — А он по-прежнему обувь делает? У него карьера на стопе сейчас. — Да, он сказал, что он остановился после «Призрачной нити», которая вся посвящена примерной выделке обуви, на самом деле одежды. Он научился сшить одежду для этого фильма. Но это ничто перед фильмом «Последний из Магикан», для съемок в котором он сам сделал из ствола дерева каноэ. — Да, ну то есть тут уже вообще. И хочется человеку подойти и ударить его по рукам за это все. Или упасть на колени перед ним. Ну тут непонятно, какая правильная стратегия. — К тебе пришла публичность благодаря «Вечернему Урганту». Есть ли какой-то классический пример того, когда она тебе не нравилась? Когда тебя это тяготило? — Ну как люди видят во мне чувака из телевизора. Они считают, что значит, если я иду по улице, то нормально, если они ко мне подойдут, схватят меня, ударят по плечу, скажут «О, давай сделаем селфи». Ну я не буду же бить в морду за это или говорить «Отойдите, мужчина, я вас не знаю». Или женщина. Давившись в себя какую-то улыбку на этом селфи, думаешь «Все равно херово получусь». Ну ладно. И как-то идешь дальше, перелистнув эту страницу. Ну все эти моменты довольно дискомфортны. Другой дискомфортный момент, когда во мне вдруг видят, кого таким я не являюсь, с этим я не знаю как быть. Когда люди присылают мне какие-то свои любительские фильмы, какие-то свои книжки или просят помочь в чем-то, в какой-то благотворительной акции. И, наверное, какие-то там инфлюенсеры, блогеры, они, наверное, только этим и занимаются. Но я по-прежнему в своих собственных глазах чувак, который смотрит фильмы и про них рассказывает или пишет. То есть для меня это все кажется каким-то таким чужим тому, кто я есть и тому, чем я занимаюсь. Ну и вообще любые формы деятельности. Да, ну еще одна странная вещь. Меня несколько раз пытались привлекать к разной рекламе. Я знаю, что многие так зарабатывают. Собственно, ничего в этом не вижу стыдного. Но в моей голове я и реклама — это совершенно несовместимые вещи. И совсем недавно буквально два причем конкурирующих гиганта, производящих телевизоры, почти одновременно с разницей, там, по-моему, две-три недели ко мне обратились. Давайте вы будете ходить, включать телевизор на домашний кинотеатр или что-то, говорить, о, какое здесь там... И дальше пошли какие-то спецификации технические, которые мне ничего не говорят. Пиксели и еще что-то. Я говорю, ребят, ну это же неправда. Я не понимаю, что это такое. Я могу сказать, ух ты, ну вот как обычный лох с улицы, он то же самое скажет. Вот. Ну я вам не нужен. Я не специалист в технике. Ну вы же специалист в кино. Я говорю, ну да. Ну и все остальное, конечно, бесконечно. Антон, мы делаем юбилейный фильм, посвященный Людмиле Гурченко. Расскажете про Людмилу Гурченко? Я говорю, почему я должен рассказать про Людмилу Гурченко? Сколько, по-вашему, мне лет вообще? Ну как? Ну вы же так хорошо говорите. А иногда говорят, вы так хорошо говорите, расскажите нам про актера, там, Алексея Воробьева. Это я из головы эти два слова соединил. Не знаю, существует ли такой артист. Я говорю, а кто это? Говорят, мы вам расскажем, а вы нам про него расскажите. Я говорю, ну такого не бывает. Не может просто такого быть. Это неправда, что я это слышу. Дело в том, что когда-то я работал корреспондентом на Эхе Москвы. И это довольно расстрельная должность. По тысяче причин. Не буду рассказывать подробно. Опять же, никого задавать не хочу. Но одна из самых противных вещей была, а это были, там, конец 90-х. И там происходил кошмар. Тут какая-то, там, деноминация, дефолт, меняются премьер-министры. Конец 90-х. Мы работаем на этом Новом Арбате, где до сих пор сидит Эхе Москвы. Я молодой корреспондент. 20-летний. Так, иди на улицу. Собери мнение граждан про секвестр бюджета. Я выхожу с своим огромным диктофоном. Простите, что вы думаете? А тогда еще люди на улицах продавали всякие там пылесосы, ненастоящие и прочее. Все меня слали матом, разумеется. Ну там 10 человек пошлет, 11-ый что-то пропищит, какую-нибудь ерунду. Из чего я потом нарезал. Мы тогда это ножницами нарезали, пленки и склеивали. Ну это была прекрасная работа, мне очень нравилось, но это было очень унизительно, когда люди тебя посылают. Я тогда себе сказал, если когда-нибудь наступит момент, когда мои комментарии будут кому-то нужны, вот мне не интересна эта тема, я не знаком с людьми, которым нужно. Если мне не сложно им ответить, я им отвечу. И я стал жертвой этого зарока. Какое-то время назад я сказал себе, что я уже перевыполнил свой план, хватит, и стал отказывать чаще. Но долгое время я старался на все эти абсурсы, бессмысленные просьбы, если мне было что сказать, что-то говорить. Никогда не говорить, мне не интересно, или зачем мне это нужно, но мне ничего не стоит. Ну вот, мне кажется, что даже у меня переполнился этот сосуд моего долготерпения, и я останавливаюсь. Постепенно останавливаюсь, торможусь. Ты отказался от рекламы телевизоров? Да. Лишился нескольких миллионов рублей. Наверное. Я даже не начал с ними торговаться. Ты называл бриллиантовую руку шедевром. Что именно ты имел в виду? Во-первых, давайте снимем вот этот нимб с термина шедевр. Шедевр в переводе с французского языка значит лучшее произведение. Шеф-девр. У каждого из нас есть свои шедевры. Шедевр – это лучшее, что создал данный человек. Даже если этот человек делает на среднем уровне. Ну вот, у Никаса Сафронова же есть какой-то шедевр. Наверняка. Есть картина, где он, например, себя изобразил в мокром полотенце, и он считает, что это шедевр. А может быть, он так не считает. Может быть, он считает, что изображение Храма Христа Спасителя – это шедевр. А его жена считает, что он в мокром полотенце. И они спорят об этом. Поэтому, конечно же, я уверен, что не только у Гайдая, но и у любого другого режиссера, да, любого назовите. Вот. Для меня «Бриллиантовая рука» – это лучший фильм Гайдая. И другой вопрос, кроме того, что это его шедевр, что это, безусловно, шедевр советского кино, российского кино, отечественного кино, шедевр жанра комедии. И совершенно особенное место, занимающее картина, в которой, мне кажется, все получилось. И «Бриллиантовая рука» для меня, во-первых, это лучшее описание советского человека. Советский человек – это особенный человек. Вот Горбунков, персонаж Никулина – это идеальный образ советского человека в его неидеальности. Во-вторых, это абсолютно гениальное соединение советской вселенной с правилами французского или итальянского авантюрного фильма, где все было очень красиво. А тут все очень некрасиво, кроме Андрея Миронова, которое своей красотой становится здесь еще более комичным. И кроме соблазнительницы, то есть все красивое здесь выглядит смешным, оставаясь красивым. А все некрасивое, например, Никулин некрасивый, оно выглядит ослепительно прекрасным, настолько оно уместно, настолько оно естественно. И тут все, тут гениальный сценарий, тут потрясающий, ну, как бы зацепен гений, музыкальное оформление этого фильма – это просто совершенно особенное искусство. И каждая отдельная сцена, да, вот Миронов, который идет с этим флагштоком своим импровизированным, это просто великий образ, который должен остаться навсегда в истории кино. И то, что это все нанизано на примитивнейший, предельно примитивный идиотский сюжет с бриллиантами в гипсе, то есть ничего глупее и бульварнее этого придумать невозможно. В этом отдельная гениальность этого фильма, потому что превратить вульгарное в гениальное – вот это гораздо более сложная задача, чем говорить о высоком, на высоком же языке. А как ты думаешь, Гайдай вкладывал вот эту вот игру красивое-некрасивое? Или это интерпретация твоя и киноисследователей? Смотри, я дам тебе разочаровывающий, он всегда всех разочаровывает ответ, но я вынужден это сделать. Вот эта вот борьба любителей кино или любого другого искусства с критиками-интерпретаторами и вообще с любыми интерпретаторами, типа, автор этого не вкладывал. И это все последствия воспитания в советской школе. Это из своей головы надо дубиной выбивать. Взять дубину, бить себя по голове. Ты про что хотел сказать автор? Да. Вопрос, что хотел сказать автор, надо забыть. Это идиотский вопрос. Во-первых, мы не знаем, что он хотел сказать. Во-вторых, сам автор не знает, что он хотел сказать. Некоторые авторы пишут предисловия к своим книгам, потом через 20 лет это другое предисловие, говорят, я все не то имел в виду на самом деле. Книга меняется, человек меняется. Творчество – иррациональный процесс. В нем очень много рационального, но рациональное нужно для того, чтобы подчинить это иррациональное. Более того, искусство не привязано к его создателю. Оно не привязано... Во-первых, есть куча искусств, про создателя которого мы ничего не знаем. Мы не знаем, был ли Гомер. Мы не знаем, был ли Шекспир. Мешает ли это нам читать Одиссею или смотреть Гамлет. Вообще никаких проблем нет. Сколько есть анонимных икон или фресок. Мы восхищаемся. Это прекрасно. Мы не знаем ничего об этих людях. Нам помогает то, что мы ничего о них не знаем. Ну, когда-то об этом сказал прекрасный русский критик Добролюбов. Потом об этом более популярный в мире прекрасный французский критик сто лет спустя Ролан Барт написал в своем эссе «Смерть автора». Что такое смерть автора? Автор умирает в своем произведении. Ты его доделал, поставил точку, отдал его. Ты больше ему не хозяин. И это не какая-то абстракция философская, с которой надо спорить. Это просто факт. Потому что когда Сервантес писал «Дон Кихота» первый том, он хотел поржать. А дальше кто-то написал сиквел. Он разозлился. И он написал вторую часть. И герой изменился. Из-за чего? Из-за того, что Сервантесу писали письма. Ему говорили, понравился и понравился герой. Он написал ответ на чужой сиквел к собственной книге. Но это была все еще комическая история, хотя с трагическим финалом. Люди столетиями смеялись над «Дон Кихотом». Потом пришли романтики в 19 веке и сказали, «Это же трагическая история идеалиста, который гибнет». И люди стали плакать над «Дон Кихотом». Что надо было? Подходить к каждому и говорить, «Почему вы плачете? Это смешно. Смейтесь! Он идиот, Дон Кихот. Он дебил. Не над чем здесь плакать. Это смешно, когда он едет на ветряные мельницы, а мы плачем». Как так? Почему? Сервантес этого не имел в виду. Ты помнишь конкретный день, когда кино в твою жизнь пришло? Кино или кинокритика? Кино. Когда ты понял, что это офигительное искусство… Кино в моей жизни было всегда. Просто никогда не было моим любимым искусством. Никогда. Я человек литературы, театра. Когда в школе команда нашего класса выигрывала несколько лет подряд в викторине общешкольной, «Знаешь ли ты музыку, театр, кино?» Я отвечал за театр. Кино я не знал. Ну да, что-то такое. Кино пришло в мою жизнь, когда оно пришло в жизнь всех людей в 90-х. Мир представлял собой огромное количество киосков с кассетами. Кассеты с самопальными записанными фильмами. И они моментально приходили. Премьера в Америке произошла. Через три дня уже тряпишная, снятая с экрана копия продается здесь. Самые свежие фильмы были. А мы тогда не различали. Хорошее качество, плохое. Я помню, когда я смотрел «Храброе сердце» Мэлла Гибсона, там все время головы ходили туда-сюда. Я думал, что так надо, что это такой прием. Не сразу сообразил, что это просто в кинотеатре снято. Кино я очень сильно любил. И работая на «Эхе Москвы», я просто вдруг в какой-то момент осознал, что быть журналистом — это зашибенно. Есть такая вещь, как аккредитоваться. Ты бесплатно первым что-то узнаешь. За то, что ты всего лишь на радио про это что-то натрепишь. А мне это было очень легко. В микрофон сказать про новую книжку. Боже мой, что может быть проще? Про новый фильм. Я потом узнал, что для кого-то это не очень просто. Для меня это было супер просто. Я стал аккредитовываться на фильмы. Это были первые пресс-показы. И я помню, у меня был этот момент как бы озарения, когда я понял, что я могу этим заниматься. Я помню очень хорошо. Меня в качестве поощрения Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор «Эхе Москвы», послал на, прости господи, саммит НАТО в Брюсселе и Люксембурге, как корреспондента. Я туда поехал. Ну, понятное дело для меня, круто было попасть в Брюссель и Люксембург. На НАТО мне, ну понятно. Была моя первая заграничная командировка. Я туда поехал, и... А я франкочитающий человек. Я в французской спецшколе был. И я купил себе газету в автобус. Нам на автобусе везли из Брюсселя в Люксембург. Я купил себе газету на французском. Я еду в этом автобусе, там несколько часов ехать, три часа-четыре. Я все прочитал. И там были репортажи с Каннского фестиваля. И там был рассказ про то, что Ларс фон Триер придумал, 98-й год, движение «Догма», что все в смокингах, а он в джинсах поднялся, а в фильме есть порно-сцены. И это все снято на маленькую камеру. Я впервые про это все читал. Думаю, ух ты! А я на саммите НАТО. А там такое происходит. Ничего себе! И я, как сейчас, прям помню, перед глазами стоять, я въезжаю на этом автобусе в вечереющий Люксембург, а там этот самый фильм «Идиоты», мне название «Идиоты» так понравилось. И там везде расклеены афиши. Фильм вышел у них. И я выхожу из этого автобуса, нас заселяют в какую-то гостиницу. Я бегу в ближайший кинотеатр смотреть этот датский фильм с французскими, слава богу, субтитрами. Когда я вышел с этого фильма, было одно из самых сильных моих вообще впечатлений от кино в жизни. Меня трясло просто от того, что я увидел. Я тут же кинулся писать, конечно, для радио какой-то репортаж, когда они ждали репортаж про НАТО. Вот. Ну, я и про НАТО тоже сделал. И я подумал тогда, это несправедливо. Если радио может послать меня на саммит НАТО, который никому на самом деле не нужен, значит, они меня могут послать и в Канны, наверное. И это примерно там же находится. Я приехал и говорю, Алексей Алексеевич, давайте вы через год меня пошлете на Каннский фестиваль. Он говорит что-то вроде, а зачем? Я говорю, я вам буду каждый день суперинтересно рассказывать вещи. Там лучшие режиссеры в мире. Самые классные фильмы. Каждый день у вас в эфире это будет. Ну, скукота же сплошная, а это будет классно. Он говорит, ну да, правда, действительно. Посчитай, сколько стоит. Я посчитал. Нашел самую дешевую гостиницу, там, без туалета и душа. Самый дешевый пересадочный рейс. Говорю, ну вот столько стоит. Он говорит, ну, нормально, давай. Все. Но, на самом деле, в том году я еще очень любил рок-музыку. Я сейчас давно уже слушаю другую музыку, но я знал все. Я был супер меломан, у меня было как-то количество кассет. Я послал запросы на фестиваль в Гластенбери и на Каннский фестиваль. А из Гластенбери мне прислали почтой России письмо. Оно пришло, когда фестиваль уже закончился, с подтверждением аккредитации. А из Канн прислали имейл типа «Мужик, приезжай». Все, я собрался и поехал. И когда я начал смотреть кино там… Ты мог побывать на фестивале, куда невозможно купить билет. Да. Вот. В Гластенбери я так и не побывал. В Каннах побывал. Был девяносто девятый год. И с тех самых пор я понял, что я могу рассказывать, писать о кино. Можно этим зарабатывать и смотреть фильмы бесплатно. Первым, самые лучшие фильмы. И я нырнул в этот мир, и так я вот из него и не вынырнул. У кого из наших актеров больше всего скиллов для того, чтобы когда-нибудь оказаться в Голливуде? Это неправильно поставленный вопрос. Вопрос, зачем? Зачем оказаться в Голливуде? Является ли сверхзадачей оказаться в Голливуде? Вот есть артист такой Александр Невский. Русский. Не все знают о его существовании. Он оказался в Голливуде. И что? Ну… А он в Голливуде? Ну вот говорят, да. Ну просто мне кажется, что в Голливуде там дивизионы есть какие-то? Это как в Фурголе. Конечно, так и есть. И он далеко не в премьер-лиге. Ну, давай по-другому поговорим. Что нужно сделать испанскому артисту, чтобы сниматься на Мосфильме? Ну, в принципе, можно ему выучить русский язык, приехать к Карену Шахназарову, упасть в ноги и сказать, «Карен Георгиевич, мечтаю сниматься в фильмах Мосфильма». Это возможно этого добиться. Вопрос, зачем? Зачем русскому актеру ехать в Голливуд? Если за деньгами, там, за славой и так далее, тогда ты должен переезжать туда и учиться актерской профессии, которая там другая и другого учит, когда тебе там 12 лет. Ты должен с самого начала быть уже там. Так, а вальц? Просто фартануло? Ну, во-первых, между Европой и Америкой там все гораздо ближе. Россия — отдельная немножко планета. Ну, извини, что я это говорю, это так. Во-вторых, он снялся в невероятно выигрышной роли у одного из главных американских режиссеров. Причем он сделал то, что редко мало кто делает, но Тарантино умеет это делать с актерами. Он сыграл роль, на самом деле, второго плана, если высчитывать его минутно на экране, и украл фильм. Огромный многофигурный фильм с десятками персонажей. У меня есть ответ, на самом деле, почему он это сделал, потому что этот фильм не очень хороший. Это один из худших фильмов Тарантино, может быть, худший. Но за счет этого самый гениальный в нем актер, который являлся находкой Тарантино, единственный, кого все, кто пришел в кино, увидели впервые. Я сам помню, когда я в Каннах смотрю, и я после первой уже сцены думаю про себя, кто этот человек? Ничего себе. Я хочу, чтобы на экране был только он, чтобы он курил свою трубку и говорил. Весь фильм, мне не нужен никакой Брэд Питт. Вот. И дальше, когда меня спрашивали, там, любят делать ставки, кто получит призы, я говорю, вот этот чувак получит приз за лучшую мужскую роль. Говорят, но у него маленькая роль. Я говорю, это не важно. Он — это событие. И он получает, конечно же, этот приз. Вот, пожалуйста, история Кристофа Вальца. Но это отдельная история. Я могу тебя спросить в ответ. Назови мне еще трех австрийских артистов. Хорошо, одного ты назовешь — это Шварценеггер. Но он не как артист, как спортсмен попал в Голливуд. Поэтому это не совсем то. Еще трех австрийцев, которые имеют успех в Голливуде. Нету их. Для австрийцев, французов, немцев — эта задача не сильно проще, чем для россиян. Почему «Бесславные ублюдки» худший фильм Тарантино? Ну, на мой взгляд, Тарантино — великий американский режиссер. Все, что не связано с Америкой, а это европейский фильм, это немножко не его граунд. Этот фильм очень несбалансированный. Он очень много тормозит. И ты понимаешь, что гениальный диалог, но ты начинаешь поглядывать на часы — это ужасно. Такого быть не должно. Ты должен смотреть, приклеенный к экрану. В «Бесславных ублюдках» очень много прекрасных сцен. Там совершенно великолепная, действительно, роль Кристофа Вальца. Там есть гениальный момент, когда Брэд Питт пытается говорить по-итальянски. Вот эта вот секунда просто великая. Вот. Но это не сложилось в такую единую вещь, в которую Тарантино складывает свои фильмы. Ведь он гений, в частности, в том, как он работает с дробным материалом, как он собирает пазлы. Этим, в частности, гениально криминальное чтиво. Ну и все его фильмы, на самом деле, «Возьми ты омерзительную восьмерку» или «Возьми ты убить Билла», они все собраны из разных кусков. И вот это лоскутное одеяло, оно в «Бесславных ублюдках» немножко расползается по шву. То есть везде, где нет дайнеров, видеосалонов американских и дорог, ему тяжелее? Ну, он вот такой Микулас Селенинович, или это был богатырь Вальга, не помню уже, кто-то вот в русских былинах. Если его оторвать от земли, его можно победить. Он на своей земле стоит, и он как бы всесильный. Тарантино плоть от плоти американская поп-культура и кинематографа. Он просто склеен из этого. Знаешь, есть вот великий итальянский художник Арчимбольда, который рисовал такие манеристские портреты ассамбляжа. Там у него времена года и так далее, где из фруктов и овощей собрано лицо человека. Вот. Совершенно прекрасно. И Тарантино такой, он весь собран из фрагментов. Вот можно представить себе его портрет. У него будет там глаз Кубрика, ухо Орсона Уэллса. И из этого он и состоит. Он прекрасен этим. Он прекрасный такой, ну вот говорят, что монстр Франкенштейна так был собран, поэтому у него там сшито, да, из кусков разных трупов. Собрали и он ожил. И вот Тарантино такой монстр Франкенштейна. Вечно живой. Про Гайричи, ты как-то сказал, что он занимался и занимается не искусством, а имитацией. Ну может быть это жестковато сказано, но мне кажется, что он больше человек, который делает, технически создает фильмы, а не вкладывает в них действительно какой-то большой талант и вдохновение. Ну, для меня, возможно, это как-то унизительно для него прозвучит, я совершенно этого не хотел, но он все равно не будет смотреть это теперь, я надеюсь. Для меня Гайричи, самые успешные его фильмы, лучшие, художественные самые удачные, это две части Шерлока Холмса. Потому что это голливудский продакшн, там очень смешной дуэт получился с Дауни и Джуда Лоу, потому что там есть какой-то сюжет такой, ну такой бульварный, классный сюжет. Я смотрел, прям смеялся, мне было хорошо. Когда я смотрел вот эти его «Карты денег два свала», во-первых, я посмотрел, по-моему, с четвертого раза, настолько это было скучно. Это совершенно вымученная картина. Да, я понимаю, что многим, особенно в России, в России его любят больше, чем где бы то ни было еще. Тоже грустный факт. Серьезно? Может быть, на родине тоже так же. Это фильм для людей, которым хочется видеть каких-то крутых братков, но только вот не наших, они еще и заграничные, но такие же, как наши, тоже классные они. Ну, на здоровье как бы. Я ничего против не имею. Но для меня это... Мне хочется вежливо пройти мимо. Мне кажется, настоящее искусство, оно должно быть таким, как говорил Генри Джеймс, поворотом винта. То есть поворачивать что-то в системе вещей, взглядов, раз и менять. Когда Тарантино снял «Криминальное чтиво», он изменил кинематограф. У меня не было такой задачи, но он это сделал. Ни один фильм «Гайорич» не изменил кинематограф, никогда не изменит. Поэтому меня прежде всего бесит, когда этих режиссеров через запятую называют, но они более-менее одновременно пришли в этом дело. И когда их рядом называют, они просто слишком несоотносимы, слишком несопоставимы. Это когда сравнивают Харуки Мураками, прекрасного японского писателя, которого я очень люблю, с Пауло Коэльо, чудовищным писателем, состоящим из одних, вот как Арчим Больда делал, составной. Вот тут только общие места, и вообще ничего больше нет. А у Харуки Мураками нет никаких общих мест. Но кто-то когда-то решил, кто-нибудь литературный критик, куратор, куратор книжного магазина, поставить их на одну полку. И с тех пор они там стоят. И Гай Ричи также почему-то стоит на одной полке Старантино. Немедленно снимите его, поставьте его ниже. Твоя мама старше тебя всего на 20 лет. Да. Это же кайф. Да. Так вышло, что когда происходило ряд очень важных событий для страны, для цивилизации и для нас всех на рубеже 80-90-х, ну мы оба, я и мама, очень книжные люди. И одна из главных революций была то, что все стали печатать и издавать. И мы эти книжки читали одновременно. Мне было там 13 лет, а ей, соответственно, 33. Вот. И мы ими обменивались, стихи, прозы и прочее. Или я помню, когда мы идем в меня поступать на собеседование в 67-ю школу, я там учился последние три года, это очень важный был этап в моей жизни. Ну, соответственно, мне там было 13 лет. И был съезд народных депутатов, и мы шли вдвоем с приемником, слушали одновременно. И ей это было интересно и мне, и мы одновременно это… Ну, это были такие моменты сплачивающие. Ну, они остались навсегда, никуда не делись, естественно. И, как ты понимаешь, разница в возрасте, какая была такая и осталась. Мы с ней сейчас и живем. Я правильно понимаю, что вот это умение сочно, фактурно и долго рассказывать натренировалась из-за того, что у тебя многодетная семья, и ты старший. То есть вот этот скилл – это буквально с подросткового времени. Скилл с подросткового времени. Из-за многодетности или нет, трудно сказать. Может, я родился таким. Вообще, когда что-то со мной говорят обо мне, я всегда говорю искренне, что у меня есть один реальный талант – это просто хорошо подвешенный язык. Всё остальное натренировано, научно, или это имитация. А язык подвешен хорошо. Я могу долго хорошо говорить без слов-паразитов. И это всё будет звучать осмысленно. Может, не будет являться осмысленно, но будет так звучать. Да, я как птица говорун. А что это тренирует? Это книги? На самом деле, у меня нет толкового ответа. Есть несколько возможных ответов. Например, на радио прямой эфир. Очень полезная штука. Прямой эфир. Ты в прямом эфире. А ты с телефоном, первые мобильные телефоны, идёшь среди там анпиловцев, внутри митинга коммунистов какого-нибудь, или там шахтёры стучат касками, и ты рядом… Их стук, их каск мешает тебе думать и говорить. Ты должен что-то сказать, и ты идёшь в эфир сразу. Если ты начнёшь говорить какую-то ерунду, повторяться, у тебя будут несогласованные… Это только ты будешь идиотом звучать. Никто другой. Это полностью на твоей ответственности. И ты учишься формулировать на ходу. И это очень помогает. Ну, мне это помогает писать в частности. То есть, когда я пишу, у меня нет проблем, это же боязнь белого листа. Я сажусь и начинаю писать. И всё. Но иногда я потом перечитываю, я всегда перечитываю, и думаю, господи, что я написал. Я спокойно убираю. Мне не жалко того, что я понаписал, и теперь я это убираю. Я новое напишу. Мне очень с этим легко. Вот. Но вообще говоря, задолго до радио, я в школе ещё помню, читал доклады. Я помню, когда у меня был импровизационный доклад, я его на предыдущем уроке или на перемене написал. «Сравнение мизантропы и горе от ума». Я целый урок говорил, а потом наш учитель литературы, гениальный у нас учитель, до сих пор уже здоров, слава богу, Лев Ощи Собелев говорит, знаете, с того, что сказал Антон, я не согласен ни с одной мыслью. Ну, какой прекрасный доклад. Давайте поставим ему пятёрку. Всё. Всё кончилось для меня хорошо. Было, значит, уже тогда. Как «Криминальный стив» изменил кинематограф? Во-первых, оно пришло как, мне придётся сказать это слово, прости, как постмодернистский манифест. Но это так. Дело в том, что постмодернизм — это, опять же, как в творчестве моего любимого Арчем Больда, это когда ты сообщаешь что-то своё, но оно состоит из элементов и фрагментов чего-то чужого. Из чужого ты составляешь своё. Но это очень сложно. Это кажется, что раз оно чужое, то это проще. Ничего подобного. На самом деле, постмодернистская парадигма сложнее модернистской. В модернистской ты отменял весь предыдущий мир и воображал, что ты создаёшь его с нуля заново. А в постмодернистской ты понимаешь, что ты не можешь отменить предыдущий мир. Он уже создан, он уже живёт. И вот, мне кажется, не случайным образом, 1994 год, когда Тарантино сделал этот фильм, победил в Каннах, получил Оскар за сценарий, это год, когда кинематографу исполнилось с 99 лет. Кино шло к своему столетию. И кинематографу надо было подводить какие-то предварительные итоги и открывать какой-то новый путь. Это был путь в кинематограф 21 века. Кино было искусством 20 века, но был на носу уже 21. Что это 21 мог бы дать? И мне кажется, что Тарантино сделал великую вещь. Он осуществил синтез того, чем является по-настоящему великим американское кино, с чем-то абсолютно новым. Причём методом коллажа. Ну, там, допустим, Сэмюэлл Джексон и Джон Траволта, которых мы знаем по этому дуэту в «Криминальном чтиве», это известные артисты, у каждого из которых было своё готовое амплуа. И Траволту знали и любили по лихорадке субботнего вечера, поэтому, когда он танцует под Чака Берри, люди смотрели не просто на артиста, который танцует под Чака Берри. Они смотрели на Траволту чувака, чьи танцы они прекрасно знали, совершенно другие, в другом контексте. То же самое касается, конечно, Брюса Уиллиса. Это Брюс Уиллис берёт самурайский меч, а не просто некий лысый артист. Это было важно. То есть там важны все элементы. Саундтрек. Гениальный саундтрек. Там нет ни одного нового написанного трека. Они все откуда-то взяты, понадёрганы. Принцип коллажа. Но при этом это кино, которое делало вид, что оно как бы циничное. Оно как бы вот такое вот-вот наглое и так далее и тому подобное. Оно, конечно, было наглое, но никакого цинизма там не было. Это фильм на самом деле, о самом основном. Он о божественном откровении, которое явилось этим двум бандитам. В них выпустили обойму, их не затронув. И один решил, что это знак. А другой решил, что это ерунда. И тот, который решил, что это ерунда, после этого с ним происходит череда событий, которые заканчиваются тем, что его случайным образом, вот с этим бульварным чтивом, Pulp Fiction, на коленях, застреливает случайный человек в сортире. А тот выходит в белой одежде, если ты помнишь, в конце фильма, из этого дайнера и остается в живых, потому что он уверовал в чудо. И он простил вот этих двух захватчиков ресторана. И Брюс Уиллис, который убил, он прощает человека, который хочет ему смерти, и спасает себе жизнь. Ему удается уехать, потому что он осуществил акт прощения. Это христианская этика, вшитая внутрь этого фильма. То есть это фильм, где бесконечно матерятся, где сплошные бандиты, где нет ни одного хорошего человека внутри, где все штампы криминального кино, боксерского кино, все на свете, а фильм говорит о самых возвышенных вещах. Хочу скажу тебе большую вещь, что осуществил Тарантино при помощи инверсии сюжета, перемешав это все, кроме того, что фильм стал интереснее. Самый главный сюжет нашей иудеохристианской, не побоюсь этих слов, культуры. Главный сюжет — это сюжет о воскресении. Мир бандитов, боксеров — это мир смерти, это мир бесконечных убийств, что мы видим и в этом фильме. Что происходит в конце? Герой Джона Траволта, которого мы видели мертвым, за счет того, что все меняется, в конце он очищенный, отмытый от крови, как мы видим, в белой футболке, выходит под эту самую музыку, и он снова жив. Это воскрешение героя, которое без всяких флешбеков за счет перемены этих элементов сюжетных возникает. И эти маленькие чудеса, которые есть в этом фильме, например, чудо вроде бы экшен-жанре, полного отсутствия экшена и замены его диалогом. Но надо было уметь писать такие диалоги, конечно. Эти маленькие чудеса там есть, никто их толком не осмысляет и не разбирает. Они просто родились в этом фильме и зажили, я сказал в самом начале нашего разговора, то, что кино, когда он складывается, когда оно получается, это чудо. И вот криминальное чтиво это такое чудо. И стало понятно, что вот эта Евангелие, благая весть, весть о воскрешении, весть о прощении, снова возможно. Что ты можешь взять низкую форму, ты можешь взять гору мусора, и из этой горы мусора снова сложить вот эту вот историю, на которой мы все воспитаны, на которой мы все стоим. Тарантино это сделал. Сколько лет вы вместе со своей женой? Я не знаю, когда выйдет этот наш с собой разговор, но в середине ноября у нас есть интимная своя дата, будет 30 лет. Тебе 44 года? Да. Вы вместе с 14 лет? Да, моих 14, ей было уже 15. Я понял, что этот вопрос немного странно звучит от человека, который женился в 20 лет и до сих пор вроде бы счастлив. Для меня вообще это нормально совершенно. Да, но 20 не 14. Ты понимаешь разницу? Поэтому простой вопрос. Как? Ну, на простой такой вопрос нет никакого простого ответа. Ну, то есть есть простой ответ, можно сказать — это любовь. и все, и дальше все. Ничего больше не скажешь. Я не знаю, есть много разных вещей вокруг этого, которые можно сказать. Я помню, к сожалению, не помню, кто это был, когда какой-то пару долгожителей Голливуд, которые в браке прожили очень-очень долго, вот эту вот даму спросили, как вам удалось. Она говорит, Милочка, у длинного брака есть один секрет. Он говорит, какой? Не разводиться. На самом деле это супер прекрасный совет. То есть если ты не расстаешься... У меня есть своя теория, но как любая теория, она существует уже после того, как практика сложилась. Теория такая, почему люди вообще не могут долго остаться с одним партнером, который даже им очень нравится. Потому что у каждого человека есть некий внутренний архетип, который заложен его первой влюбленностью, удачно или нет. И к ней всегда хочется вернуться и снова найти этот идеал или его восстановить, но это всегда не тот самый идеал, даже если тот самый человек. И очень трудно к нему вернуться. А наоборот, первая любовь, мы ее не ценим, потому что мы думаем, жизнь только начинается, впереди еще много всего. И вот так вот этим самым ценным, мы потом поймем, что она самая ценная, мы разбрасываемся. Об этом, кстати говоря, снят фильм Сарантино «Великая красота». Там прямо вот это рассказано. Одинокий чувак в свои 65 лет вспоминает, что у него одна была любовь в жизни. Вот тогда, когда-то. И все. Узнает, что, оказывается, эта девушка тоже всю жизнь о ней помнила, как о единственной. Не только он. Ему казалось, что это его аберрации. Оказывается, и у нее. Но они просто не прожили эту жизнь вместе. Соответственно, если вдруг ты удерживаешься вот с этим вот первым своим контактом, союзом, и ты им не разбрасываешься, ты его не выбрасываешь, на тебя не давит ощущение того, что один сексуальный партнер – это ненормальный, их должно быть много, нужно набирать это все. Ты не должен… Мы никогда с Наташей не говорили о себе, что мы собираемся быть вместе всю жизнь, и сейчас не говорим. То есть не было замысла такого. Но стихийно так сложилось, и чем дальше, тем было легче, а не сложнее. Ну и просто take it or leave it. Это так. Почему у нее не твоя фамилия? Мы сразу договорились. Я вообще такой принципиальный феминист в большинстве вопросов, может быть, кроме самых каких-то экстремальных. Мне кажется, что это перемена фамилии, это какой-то такой акт подчинения женщины себе. Почему она должна от имени своего рода отказываться? Дело в том, что я же тоже поменял фамилию. У меня мамина фамилия. Мама моя не меняла фамилию, выходя замуж за папу. И я был в школе Воробьев, а потом пришло время получать паспорт и заканчивал школу. И мы посмотрели и увидели, что Долин фамилия, которую, ну как бы ее нету ни у кого у нас в нашей семье. Подумали, ну как-то обидно. Я взял себе фамилию Долин, чтобы она была. Ну теперь она у моих детей, у двоих сыновей. Она есть. Получается, я взял мамину фамилию, и это тоже... Она взяла, кстати говоря, бабушкину фамилию. Так у нас как-то это в роду устроено. И когда моя жена выходила за меня замуж... Во-первых, мы очень долгое время встречались, пока мы не поженились. Девять лет. Ну поскольку мы в 14 лет начали встречаться, уже она... Мы жили эту жизнь вместе, но с разными фамилиями. Причины менять эту фамилию, в общем-то, мы так не придумали, не нашли. Твоя жена тоже работает в киноиндустрии. Она работает в компаниях, которые производят или прокатывают кино? Прокатывают. Прокатывают кино. Бывали ли у вас конфликты интересов? На счастье мое, она сотрудит с американской компанией, и у них есть протокол для этих вещей. Если моя жена работала бы в маркетинге и пиаре, то есть продвижении фильмов в работе с прессой, то наш брак был бы проблемой. Ее могли бы не взять на эту работу. Но поскольку она работает в прокате, что это значит? Она общается с кинотеатрами. В кинотеатры она расписывает фильмы. Договаривается, сколько копий будет, во сколько будут сеансы. Будет это 50 кинотеатров или 500, или тысячи кинотеатров, кто будет это показывать. К счастью, в прокатных компаниях, наверное, это не распространяется, возможно, если наши предположения верны, на Константина Львовича Эрнста и ряд других продюсеров. К счастью, в западных кинопрокатных компаниях знают, что при помощи негативной рецензии критика или позитивной рецензии критика всерьез воздействовать на директоров кинотеатров или на роспись фильма невозможно. Это политические вещи, это бизнесовые вещи. И если фильм катят, то его количество сеансов будут расширять. Если на него не ходят, чтобы критики не писали, сеансы будут резать. И это очень прагматическая вещь. Очень прагматическая вещь. Все остальное, к сожалению, Юра, к сожалению, принадлежит только к области репутации. Только к области репутации. Всегда, когда я пишу про фильмы, которые прокатывает моя жена, если они мне понравились, любой человек сможет сказать, он пишет, потому что это прокатывает жена. Но поскольку я довольно регулярно ругаю фильмы, которые она прокатывает... — Какие, например? — Ну, последний, крупный. Вот она работала в прокате компании... Сейчас они разошлись. Была одна компания — Sony и Walt Disney. — Так. — И один из главных их успехов в прошлом году — это был фильм «Король лев». — Ага. — Который мне очень не понравился. Я написал, что это полное барахло. Неловко смотреть. Животные, которые поют диснеевские песни... Ну, как бы... У меня работают хорошие знакомые в компании Disney. Все понимают — это западная компания. Это в России после этого тебе говорят — «Так, секундочку. Ты чё это? Мы что, не друзья, что ли?» Ну, тоже уже вслух никто их не говорит. Ну, хотя бы про себя думает. Ну, в западной компании это просто... Я нужен им, как им нужны все профессиональные критики, для того, чтобы я честно написал про их фильмы. И если я напишу, что фильм плохой, они эту рецензию тоже покажут своим боссам, когда фильм провалится, прокатится, скажут — «Смотрите, и критики написали, что фильм плохой. Нет такого, что я сделал этот фильм, поэтому он должен победить любой ценой. И сейчас я заставлю всех написать, какой он прекрасный». — Почему лучший фильм в истории по версии IMDb — «Победка Шаушенка»? — Это ужасно интересный вопрос. У меня нет ответа, конечно, какого-то однозначного, да, если бы это была какая-то конспирологическая какая-то система, потому что Стивен Кинг проблатил всем, чтобы они или там... Нет, ну, наверное, в этом фильме идеальное соотношение, как бы, соотношение элементов, соотношение сторон. Но в чем его идеальность? Вот это интересный момент. Во-первых, это американский фильм. Он очень американский. Не только сделан в Америке, он об Америке. Американское кино самое универсальное в 20 веке. Это так. Когда в Америке снимают кино, когда в России снимают кино, его снимают для России, про Россию. Когда во Франции — для Франции, про Францию. Ну, может, это немножко еще для Бельгии отчасти. Ну, отчасти. А когда в Америке снимают, его снимают сразу для всех. Включая и китайцев, и малазийцев, и вьетнамцев, и русских, и сибиряков, и жителей Краснодарского края. Они все имеются в виду. И поэтому американский фильм — значит всемирный фильм. Это и есть такой фильм. Стивен Кинг — один из лучших писателей 20 века. И придуманная им история обычно… Почему большая часть фильмов по Стивену Кингу неудачная? Есть несколько удачных, но большая часть неудачная. Потому что он пишет очень полные, детальные, подробные, еще большие книги. В фильмах не запихнуть. Мы видели эту проблему с фильмом «Оно» последним. Сделали две картины. Две картины слишком много. Уже теряется внимание. Ко второй картине ты уже съезжаешь. А книгу, вот такую толстую на тысячу страниц, ты можешь ее читать безостановочно целую ночь до утра. Ты не будешь останавливаться, и саспенс останется. В фильме он просел. Но вот «Побег из Шаушенко» — это повесть. Она не маленькая и не большая. Объем такой, какой надо. Ну, там прекрасные актеры, это понятно. Фрэнк Дарабонг, замечательный режиссер, хорошо это сделал. Мне кажется, что очень важен еще сюжет. Ведь что такое вообще двадцатый век? Это же век несвободы. Разных форм несвободы. Цензуры тоталитарных режимов, разных войн. Мы по-прежнему живем с этой проблемой. Это главная проблема и главный конфликт двадцатого века. Свобода-несвобода. Это фильм о человеке, который несправедливо оказался в состоянии несвободы. Мы не сразу знаем, что несправедливо. Он рвется на свободу и вырывается. Большего катарсиса невозможно себе представить. Я еще подумал сейчас, вот рассуждая о том, что на самом деле этот постмодернистский, послевоенный, то есть второй половины двадцатого века ответ на главный модернистский текст, который определил весь двадцатый век, на процесс Кавки. Великий роман, который, если кто не знает, начинается с того, что к человеку, про которого мы ничего толком не знаем, не знаем даже его фамилию, его зовут Йозеф К. Приходит его и говорят, что против него выдвинутое обвинение, он обвиняется. И начинается его судебный процесс. И всю книгу он пытается выяснить, что он сделал. И доказать, что он не сделал ничего. Но кончается тем, что ничего не выяснив, он смиряется с тем, что он приговорен, и его казнят. Это очень интересный вопрос. Если бы он не смирился, может быть, его тогда не казнили бы? Непонятно. Но эта книга о том, что мы все вообще-то в чем-то виноваты, и что любой из нас, может быть, в один прекрасный день арестован, расстрелян, и есть куча доказательств тому, не метафизических, а абсолютно реалистических. И в сегодняшней России, и уж точно в России. Прекрасная Россия прошлого. Ужасная, на самом деле. Вот. Побег из Шаушенко – это ответ. Это история о том, что если ты находишься в абсолютно безнадежной ситуации, у тебя нет никаких шансов. И ты ничего не совершил, ты не виноват, но все равно ты приговорен, вот как герой Кавки. То ты за счет того, что будешь уверен себе, за счет того, что будешь бесстрашен, за счет того, что ты не допустишь этот страх в себя, потому что это, конечно, история о борьбе со страхом, еще один важнейший сюжет, ты сможешь обрести эту свободу. И никакая логика здесь не работает, только твоя целеустремленность. И это чудо. Кино – это чудо, и оно должно рассказывать о чуде для того, что ему нравится всем. Это бытовое чудо, в него проще поверить. Сложно поверить в чудо, что к тебе прилетели инопланетяне, и тебя спасли от твоих проблем. Но простое чудо – ты встретил женщину, которая идеально тебе подходит. Случайно, в кофейне. Вы друг друга полюбили, и у вас все получилось, конец фильма. Это чудо, которое каждый хочет видеть на экране. И в своей жизни. Но хотя бы на экране. И чудо, что ты оказался в тюрьме, каждый из нас боится, особенно в России, что мы окажемся в тюрьме когда-нибудь. Каждый. Мы этот страх, мы с ним родились. А этот фильм нам говорит – ребята, не бойтесь, вам удастся прорыть свой туннель, и вы выберетесь на свободу, у вас все будет хорошо. Ну и более сильного, мощного терапевтического посыла ни в одном фильме вы не найдете. Вот тебе импровизированный ответ на этот вопрос. Ты много лет работал на ВГТРК. Да. Ты ушел оттуда в 2019 году. Частично тоже из-за конфликта, где обвиняли тебя в том, что ты разнес балканский рубеж. И помогал интересам жены. Но это был полный бред. Они придумали, что якобы моя жена выпускает в это время фильм, и ругая другой фильм, я тем самым косвенно помогаю фильмам моей жены. Фильмы, которые не выходили на этой неделе. Но рецензию в Фейсбуке на балканский рубеж можно здесь прочитать. Это очень смешно. Потому что это не рецензия. Можно ли писать пост по мотивам часа просмотра? Конечно, можно. Почему нет-то? Почему нет? Вот вопрос простой. Вдруг там в конце было бы лучше? Вдруг бы спасли этот фильм? Вдруг там сложнее устроена история? И не НАТО главный враг? Ну это значит, что просто я ошибся. Такое может быть? Да. Ну вот. Представь себе, что ты слушаешь новый альбом «Монеточка». Так. И вот ты идешь по улице, по Пятницкой, у тебя «Монеточка». И ты слушаешь первую песню, думаешь, ну как-то не катит. Потом вторую слушаешь, ну вообще не катит. Ты думаешь, нет, что-то плохое настроение, переключусь на Полу Маккарте. Переключаешься. Да. И пишешь потом у себя «Монеточка». Плохое сравнение, потому что альбом — это собрание разных маленьких произведений. Да. А «Балканский рубеж» — это цельное произведение искусства. Но «Фейсбук» — это не книга, которая пойдет в библиотеку. «Фейсбук» — это место для безответственных. Если я не могу в «Фейсбуке» по мотивам часа просмотра написать плохой профиль, почему я тогда имею право там пастить фотографии своего корги? Какое это имеет отношение к моей кинокритической деятельности? Это никого почему-то не возмущает. Ты много лет работал на ВГТРК. Да. Как ты это делал, начиная с 2014 года? Я понимаю, что до этого это все равно было компромиссно отчасти, но все равно вряд ли это было так токсично, как начиная с 2014 года. У меня есть простой ответ на этот вопрос, как бы ответ себе, что называется. Я себе этот вопрос тоже задаю. Я не считаю, что масс-медиа, особенно некоторые из этих масс-медиа, везде это по-разному бывает, что они априори являются средствами пропаганды. Иногда средством пропаганды являются отдельные программы и передачи. Но дело в том, что не все отдают себе отчет о том, что ВГТРК – это не единые СМИ. Радиомаяк, например, никогда не было пропагандистским. Оно было таким развлекательным каким-то… Нет, тут бесспорно. Вести ФМ. С утра там горело пламя три раза в неделю, который разводил Владимир Соловьев. Ну, это правда. Ну, одно время там существовала даже программа, которую я вел, участвовал в диалоге. Я был такой, ну, как Гозман, по-моему, на телевидении. Я был такой карманный либерал Вести. Я приходил для того, чтобы объяснять, что геи тоже люди, что в Америке не живут люди с пёсими головами, и что Украина имеет право сама решать, кто будет их президент. Ну, я видел в этом некую пользу, скажем так. Если я скажу, что это было только ради просветительства, это не совсем так. Конечно, я там зарабатывал деньги, они не были огромными. Но я всегда считал, что для тех вещей, которыми занимаюсь я, а это культура и просвещение, надо выбирать тот канал, который чем больше, тем лучше, и пользоваться им для того, чтобы достучаться до аудитории. И, ну, наверное, есть каналы неприемлемые. Например, там, программа Соловьёва. Да и, собственно говоря, там, телеканал Вести или там… Ну, вот я не ходил в программу «Время», меня звали несколько раз. — «Время»? Ну, да, на первом канале я имею в виду. А там, а Кургант уходил всё время. — «Во время» тебя? А «Во время» можно позвать? — Ну, может, не «Во время», а в какой-то… Ну, я уже сейчас, честно… — «Время покажет»? — Может быть, «Время покажет». Меня звали… Ну, я… Их правда… Это, может быть, очень с моей стороны как-то легкомысленно. Вот. Ну, я не очень в этом всём разбираюсь. Я считаю, что там, где я могу прийти и сказать какие-то вещи, которые невозможно выдернуть из контекста, и где я за каждое своё слово буду отвечать, я же знаю, что все эти токсичные, как ты говоришь, ядовитые, страшные программы смотрят огромное количество людей, и среди них огромное количество людей просто несчастных, и нормальных, и не знающих, что есть какой-то интернет, и что в интернете есть что-то, кроме, там, онлайн-казино или ещё какого-нибудь бреда. Есть такие люди, их полно. Я очень много езжу по провинции, это знаю. Вот. И... Ты не можешь себе представить, какое количество людей приходит и говорит, Антон, от вас только вот через вечерний Ургант и Вести ФМ слушаем ради вас. Только вы говорите правду, рассказы про новый фильм Михаиле Ханеке. Я говорю, а вы не хотите, ну, прочитать это там на той же «Медузе» или там афише? Это мы всё не знаем, как, где взять. Радио у нас всегда включено. Я думаю, ну, пусть из этого приёмника иногда какое-то осмысленное что-то тоже доносится. Тебя раздирала рефлексия? Безусловно, и я прекрасно знаю, как за это меня куча народу проклинает и считает, что я просто продался ради того, чтобы там, набить себе карманы золотом и ну только бы. Это неразрешимая дилемма, она существует. В той ситуации, когда ты живёшь внутри преступной системы, каковой является вся система управления Российской Федерацией, что правильнее? Уйти в скит, стать, отовсюду уволиться, стать монахом, сдать свою квартиру московскую и взять себе на эти деньги хибару на берегу Финского залива, жить там, читать Киркегора и ждать, пока система рухнет. Или быть внутри этой системы, быть её невольным сообщником, себе льстя мыслью о том, что ты на самом деле Штирлец, и не служишь этой системе, а разрушаешь и подрываешь её изнутри, пользуясь её ресурсами и её доступом к населению. На самом деле, я пытаюсь сейчас быть предельно откровенным с тобой, из этой дилеммы нет выхода. Оба варианта существуют, но те люди, которые совершили для себя выбор, это как выбор жить здесь или эмигрировать. Ведь пока мы живём здесь, пока мы голосуем, мы принимаем участие в этом фарсе, который делает вид, что он в выборы. Пока мы платим налоги, мы своими деньгами, своими заработками, своим трудом поддерживаем государство. Это так. Как из этого выйти? Уехать? Но тогда мы просто сдаём этот плацдарм. Ведь мы его сдаём захватчикам и оккупантам, которые сидят в каких-то властных кабинетах. Я не знаю, правильно ли это. Мне кажется, что Москва существовала до Путина и будет существовать после Путина. И Россия тоже, вообще так говоря. Поэтому... Поэтому не знаю. Есть у меня ещё один ответ, он тоже для меня важный. Ну, есть определённые профессии, которые должны существовать при любой власти. И люди честные, которые эти профессии исповедуют, я считаю, должны продолжать этим заниматься. Это врачи, например. Ну, вот самая ужасная власть. Гитлер раз Гитлер. Врачи лечат людей. Они, может быть, плохих людей лечат. Но у них есть клятва Гиппократа, и когда человек ранен, или он умирает, или он болен, они его лечат. Есть учителя. И тут уже сложнее. Учителя могут тебя учить какой-то дряни, а могут не учить какой-то дряни, а могут просто разбирать с тобой Евгения Онегина и учить тебя мыслить. При самой страшной власти. И благодаря тому, что ты хорошо прочитаешь Евгения Онегина, ты будешь немножко другим человеком потом. И они будут более действенными врагами власти, эти хорошие учителя, чем колумнисты из условного голоса Америки. А может быть и нет. С моей точки зрения, люди, которые занимаются культурным просвещением, хотя здесь тут же можно вспомнить едкое мо, пословицу, да, о том, что кто-то это говорил в Древнем Риме, что ли где-то, я не помню чьи это слова, что приходишь захватываешь город, не трогай только проституток и артистов, они служат любой власти. Ну да, а мы служим существованию этих артистов, мы критики, мы тоже часть этого всего. Это так. Но если ты служишь искусству, а не заказчику, в этой ситуации ты делаешь благое дело, как делает благое дело священник, прости меня за это сравнение, который продолжает проповедовать христианские ценности и любовь в городе, в котором людей рядом вешают на площадях. Вопрос от нашего мастера спорта по спорту Сереги Фирсова. Для чего Том Круз делает все трюки сам? И оправдано ли это? Вопрос оправданности можно задать его самому Тому Крузу, тем более, что в большинстве этих фильмов он является и сопродюсером. Он не только артист. То есть никто его не заставляет. Мне кажется, что он обычный адреналиновый наркоман. Это же среди артистов тоже бывает. Это нормальное довольно качество, но не такое уж редкое. Ему нравится. Кроме того, у меня есть своя версия. Мне кажется, что у него просто подписан контракт с сатаной, и он же не стареет. Он вообще не меняется в лице последние 30 лет. Каким он был 30 лет назад, такой он и сейчас. И поэтому умереть ему тоже не страшно. И он может позволить себе на эту бурдж-шалифу залезать и прочее. Учиться управлять истребителем? Ну, конечно. Скажем прямо, ему не очень везет с действительно выдающимися ролями. Хотя они у него есть в карьере. Но их там 3-4 примерно. А вообще-то у него огромная при этом фильмография. Это какие? Ну, прежде всего, конечно, фильм «Магнолия». Это абсолютно гениальная работа. Именно актерская. Мне он безумно нравится у Бена Стиллера в фильме «Солдаты неудачи». Он там играет этого продюсера. Это просто, мне кажется, шедевр комедийный. Ну, в «Человеке дождя» он очень неплохой, мне кажется. Ну, вообще, у него есть некоторое количество хороших, достойных ролей. А не везет это даже то, что к Кубрику он попал на фильм, который считается самым неудачным? Конечно, это достойный фильм и достойная роль. Но, на мой взгляд, хотя там меньше ей дано экранного времени, вот в их дуэте Николь Кидман там настолько сильнее актерские. Она вообще актриса. Жаль, что ей давно не попадались. Может быть, эта возрастная категория, пресловутый сексизм, не пишут почти ролей мощных для женщин ее возраста. Там около, там, вокруг 50 лет. Она еще не бабулька, но уже не юная красавица. Но вообще она в любом своем состоянии, когда угодно. Николь Кидман для меня совершенно какое-то божественное существо. Артист, она естественная как животное. И в то же время она одухотворена как ренессансная Мадонна. Я не знаю, как ей это удается. То есть я уверен, что никак. Что она ничего для этого не делает. Это ее природа. Но и, конечно, работа над собой все-таки наверняка тоже. И чутье на хороших режиссеров. Вот. И поэтому во всех фильмах, где Том Круз и Николь Кидман рядом, она всегда лучше, чем он. Это, думаю, надеюсь, не просто мое к ней неравнодушие, которое я совершенно не скрываю, но просто у нее актерские данные совсем другие. Вот, может, он до сих пор пытается с ней как-то подняться, зато он умеет бежать по едущему поезду на полной скорости. А она не умеет. Почему ты считаешь, что двойное гражданство Бурилева – это ок? Вот это самый простой вопрос на свете. И я, честно говоря, поражен, что вокруг него возникло столько шуму. Давай я приведу некую параллель. Давай представим себе, что власти придумывают какой-нибудь античеловеческий закон. Например, все геи, выходящие на улицу, должны выбривать себе голову. А все евреи делают нашивку с желтой звездой. Это было. Да. Просто давай без новых инициатив. Да, да. Ну, друзья, не слушайте это. Друзья из Госдумы. Наши близкие друзья из Госдумы. Какая, на мой взгляд, моральная, правильная реакция на такую инициативу? Везде, где у тебя есть право голоса, право слова сказать – это фашизм, так нельзя, это неправильно. А теперь представь себе реакцию. Кто-то говорит – вот, они рассказывали, что евреи должны ходить в нашивках. А Владимир Соловьев на них работающий – он тоже еврей. Давайте на него тоже будем нашивать желтую звезду. Ты думаешь – так, секундочку. И куча народу говорит – да, да, точно. Вот. Но это не попытка вскрыть лицемерие Владимира Соловьева. Ты присоединяешься к этой охоте на ведьм. Ты присоединяешься к мысли о том, что если ты еврей, то ты должен носить желтую звезду и так далее и тому подобное. Я считаю, что шемить любого человека за двойное гражданство в 21 веке – это смех, это бред. Но он не любой человек, Антон. Нет. Это человек, работа которого и капитал которого построен на том, что он учит тебя и меня как надо Родину любить. А ты видел его программы? Да. Все, кто видели, мне рассказывают – я не смотрел его программу никогда, я даже в лицо его, наверное, не узнаю – что он везде рассказывает, что в России колосятся поля, и это красиво, и в Великобритании колосятся поля, и это тоже красиво. Это пропаганда с улыбкой. То есть по воскресеньям агрессивная, а по субботам она такая… Он ничего не имеет против Британии, гражданства которой он имеет. И он имеет на это право. И я считаю, что любой человек должен иметь право на любое количество гражданств, если этот человек занимается каким-то преступной деятельностью, например, врет в телевизоре. Так. Надо его судить за то, что он врет в телевизоре. И его двойное, тройное, пятерное гражданство не должно быть ни отягчающим обстоятельством, ни смягчающим. Ни в коем случае. Но это же не вопрос о том, чтобы судить его или что-то еще. Это вопрос о том, чтобы говорить об этом. Нет. Это вопрос о том, чтобы судить этого. Мы пытаемся его дискредитировать, сообщив о нем якобы компрометирующую информацию, которая не должна считаться компрометирующей. Эта информация не должна ни в какой ситуации, ни для кого считаться компрометирующей. Это важная информация для контекста. Этот человек работает на пропаганду режима, один из толпов которого — это антизападничество. Это угон на весь западный мир и угроза западному миру Искандерами и всем-всем остальным. И этот человек — один из важных людей этой пропаганды — он гражданин страны, которой мы в том числе грозим Искандерами. И для контекста важно, чтобы люди это знали и обсуждали. Юра, я не согласен. Если мы узнаем, что Владимир Соловьев, когда ходит на выборы, всегда голосует за Явлинского, будет ли это разоблачающим фактом у Владимира Соловьева? По-моему, мы испытаем к нему симпатию человеческую в эту секунду. Мы, может быть, ее сразу прогоним, но в эту секунду испытаем. А когда мы узнаем, что у Брилева сволочи еще и британское гражданство, мы не испытываем к нему симпатии. Мы испытываем к нему понятные чувства. Он сволочь еще и в Британию ездит. Он, небось, там это самое, эль пьет британский. А нас учит родину не любить. Это нормально, что он любит британский эль. Нет, если мы узнаем, что Владимир Соловьев вечерами или утрами, в общем, не в рабочее время, хотя такое ощущение, что он из эфира просто не вылезает, он в это время метает дротики в портрет президента, то это классная подробность, которую тоже надо обсуждать с той же интонацией, что он занимается лицемерием. Классная не в смысле, что позитивная, а в том смысле, что интересная. Это надо обсуждать, поскольку это лицемерие. Скажи честно, вот ты нормальный человек, ты веришь в то, что Соловьев искренен и Брилев искренен, что они не лицемеры? Конечно, не верю. Ну вот, и вся страна точно так говорит. Зачем это дополнительно вскрывать? Стоп, ты себе противоречишь сейчас, потому что ты же сказал, что очень много людей, которые несчастны, тем в том числе, что не знают, что такое интернет, они верят этому. Если они не знают, что такое интернет, то они не узнают про разоблачение Брилева. Они верят в это. Много людей, которые слушают весь ТФМ, смотрят продукты ВКТРК, и они действительно верят в это. Поэтому не надо говорить, что никто в это не верит. Нет, не в это. Они, конечно, верят в этот бред, который транслируется, к сожалению, но это не значит, что они верят в искренность. Скорее, другая у нас полуофициальная доктрина. Все врут, и мы можем врать. Мы зато врём в правильных интересах правильных людей. А вот американцы или англичане врут в других каких-то целях. Дело не в этом. С моей точки зрения, правда, я искренне так считаю, я готов защищать это до конца. Сообщать о том, у кого какое гражданство, тем больше выяснилось, что оно было получено ещё до Путина в 90-е годы, когда Брилёв был спецкором в Британии. То есть это вообще не имело никакого отношения к пропагандистской деятельности, которую он тогда не вёл. Скажи честно, ты увидел в этом что-то вот такое, предвестник раскулачивания? Нет. Предвестник чего-то того, что сто лет назад было, когда все богатые, все состоятельные, неважно, что они делали, они должны под нож, ну или там в лучшем случае отдать девять комнат из десяти своей квартиры. Слушай, мне нравится, куда ты как бы клонишь и как ты копаешь. Знаешь, наверное, часть этого было. Мне действительно очень не нравится, когда кого-то начинают шеймить за то, что эти люди богаты или обеспечены. Говорю как человек очень посредственной обеспеченности. Просто мне кажется, что этим в людях будятся очень низменные чувства. Чувство зависти, ненависти, желания отобрать, отобрать и поделить и так далее и тому подобное. Вот. Но дело не в этом. Мне просто кажется, что разоблачать чье-то двойное гражданство – это почти как поймать кого-то, ну, с любовницей. И вот он с любовницей, а у него есть законная жена и дети. И разрушить его, брак этого человека. И, наверное, это лицемерие – встречаться с любовницей. И многие, тем не менее, так делают. Так делают разные люди из разных политических лагерей. Но, по-моему, это никак не касается… Если человек занимается производством некого зла непосредственно. Например, Брилев им занимается. Он врет людям. Вот в своих программах, допустим, он врет. Я не знаю, не смотрел этих программ. Ну, предположим. Но ведь это его преступление. Получается, что когда мы начинаем говорить про его гражданство, то же самое, как сказать, что у него пластмассовая левая нога на самом деле. Наверное, в этом что-то есть такое скрытое, некрасивое. Все будут смеяться, показывать пальцем. Но давайте тогда конкретное его преступление, которое он на самом деле совершает, будем рассматривать. Про любовницу. Просто один последний пример, и, видимо, закончим эту тему. Давай. Виталий Милонов. Человек, который всю свою карьеру построил вокруг того, что он жестко хейтит геев. Вся его карьера. Да, да. Если мы узнаем, что на самом деле он, помимо брака гетеросексуального, он еще и встречается с мальчиками. На твой взгляд, это не важная общественная подробность? Хороший вопрос. Но, честно, если бы я был тем человеком, который это узнал, я бы не стал придавать это огласке. Но ты согласен, что это общество? В моей этической системе это недопустимо. И мне было бы неприятно, когда кто-нибудь пользовался бы этим. Хотя, наверное, в этом был общественный смысл. Но, тем самым, мы бы доказали, что его антигейская пропаганда – это ложь. Конкретно, это ложь. Случай с Брилевым, который никогда не катил бочку, насколько я знаю, на Объединенное Королевство, и никогда про Британию не говорил ни одного плохого слова. Другие люди на ВГТРК говорили, и поэтому он, работающий там, со своими благожелательными к Великобритании программами, не имеет права иметь двойного гражданства, оставшегося с 90-х годов. Это притянуто за уши. На самом деле, давай я скажу просто. Людям, и этим пользуются Путин, и Кремль, и пропаганда, им не нравится, когда у кого-то есть двойное гражданство и дом в Англии. И это сообщили о Брилеве, он еще и госслужащий, то есть, типа, на наши деньги он это делает. И это легитимная, как кажется, многим причина для нелюбви к нему. А что он думает, на самом деле, про Британию? Хвалил он ее или ругал? Никому, и в том числе тебе, нет никакого до этого дела. Ты пересекался каким-то образом с Соловьевым, Киселевым, кем-то еще, когда работал на ВГТРК? В столовой где-то еще? С Киселевым ни разу. Я несколько раз видел Владимира Мамонтова. Он очень эффектный мужчина. Владимир его зовут? Я не помню. С Соловьевым, конечно. Много раз в коридорах радио, поскольку у него там были разные программы. И был даже момент, такой супертрогательный, милый момент. Я сказал уже о том, что родийная часть ВГТРК всегда была гораздо и остается, я думаю, гораздо либеральнее, чем телевизионная. Ну, маяк, скорее. Маяк, прежде всего. На самом деле, вести тоже там разные звучат, самые разные голоса. Вот. Хотя среди них есть сугубо пропагандистские, а есть и нек пропагандистские. Вот. Дело не в этом. В 2011 году, когда начались вот эти вот самые митинги протестные, я на них на всех ходил, и казалось, что какое-то происходит потепление в обществе. И начальство меня вызвало тогда и говорит, а давайте на маяке сделаем линейку типа либеральных эфиров. Будешь вести? Вот звать туда всех, разговаривать. Вообще без цензуры. Про митинги, про то, про все, про что хочешь. Я говорю, конечно. Я, конечно, не ведущий линейных эфиров, но раз есть такая возможность, конечно. И мы вместе с моей подружкой, давней еще поехал в Москву, она тогда работала там, тоже на ВГТРК, Наташей Шорох, вели эти эфиры. Я не помню, сколько мы продержались. Месяц, два, ну очень недолго. Я помню, что был момент, когда на волне всех этих митингов каким-то там, в какой-то список, не помню кого, Times, ну не Forbes точно, каких-то влиятельных людей попал Навальный. И я помню, мы сидим перед этим эфиром, обсуждаем, говорю, будем рассказывать про Навального? Она говорит, конечно. Я говорю, а рассказывать будем, мы его выведем в эфир или нет? Да, конечно, выведем. Ну отлично, в эфире «Маяка», сейчас будет Навальный, классно. Вывести его в эфир мы не успели. Мы успели об этом рассказать, о том, что он это самое. И нам рассказали, что из соседней студии «Вестей», она там через коридор, вышел Соловьев, он это услышал, и пошел кому-то звонить. На следующий день нашу программу закрыли. Больше ее не было. Очень трогательный момент, да? Да, милый, мне кажется, такой милый, симпатичный момент. Возможно, это было совпадение, Соловьев тут был ни при чем. Но зато какое-то точное слово «охранители». Да, мне тоже нравится это слово. Красивое, оно напоминает про Буратино, Чаполино, сказки, которые мы читали в детстве. Сразу представляю себе «Лимонов с дубинками». Зеленский был хорошим актером? Я, к своему стыду, могу вспомнить его в двух фильмах, которые вот я точно смотрел. Типа «Любовь в большом городе». Значит, в трех, но там я его не помню. Я помню только, что там был Киркоров, но не помню, что он там делал. Нет, я смотрел его в фильме Сарик Андреасяна «Служебный роман в наше время» со Светланой Хоченковой и в фильме «Ржевский против Наполеона». Вот в «Ржевском» он был очень классный, очень смешной, мне понравился. Он такой фильм, не требующий как бы актерской игры, а требующий работы комика. Он был суперкрутой. А «Служебный роман» все-таки в нем был какой-то намек на мелодраму, а не только на комедию. И он был просто чудовищен. Но я все больше подозреваю, что это не он, а все-таки режиссер этого фильма Сарик Андреасян был чудовищен. И поэтому у него все были чудовищные, и актер тут не виноват. Не может быть. Я так думаю. Сарик Андреасян был режиссером, который режиссировал президента Украины. Ты автор исследования про Сарик Андреасян. Это просто статья. Но да, для этой статьи я посмотрел все его фильмы, доступные на тот момент очень внимательно. И ты сказал, что ты понял принцип. Ты понял то, что он пытается делать, и за что его любит публика. А на некоторые фильмы, ну на многие его фильмы люди ходят. Да-да-да. Что любят люди? Мне кажется, что он человек, который очень стремится быть тем официантом, который приходит к зрителю с вежливым кушать подано. У него очень разные фильмы, и нехватку естественного таланта или какой-то оригинальности он компенсирует попытки удовлетворить запрос. Поэтому у него есть фильм, который имитирует… Все его фильмы – это имитация, на мой взгляд. Фильм, который имитирует американский фильм, потому что есть американские артисты и история ограбления. У него есть фильм, который имитирует серьезную драму, и там играет Нагиев, потому что он знает, Сарик Андреасян, что в Голливуде это бывает какой-нибудь комик, Стив Карл, например, раз, он сыграет драматическую роль, и все идут это смотреть, потому что он комик, а роль драматическая. И он технически это все соединяет, просто оно не работает. Или в начале своей карьеры он знал, что надо как можно более неприличные сексистские шутки отпускать, народу это нравится, кажется, в Голливуде как-то так работает. По-моему, он считает себя воплощением русского Голливуда, и поэтому он делает разные, поэтому он сделал фильм «Защитники», это же попытка сделать «Мстителей». Но «Защитники», например, на их примере очень легко показать, что не так в фильме или на примере «Служебного романа», что не так у Сарика Андреасяна. Ну, что значит «не так»? Почему это не работает? Почему зрители, если это смотрят только на очень коротком промежутке, дальше об этих фильмах забывают, что они были, как они назывались? Ни один новый фильм не стал даже в какой-то аудитории культовым, чтобы о нем 10 лет спустя все вспоминали. Иногда вспоминает название. Но в фильм его очень быстро исчезает. Потому что это все, ну, это то, что в американской культуре называется словосчитанием «карго-культа». У нас не все знают, что это такое. Это вот известный случай, когда туземцы, к ним прилетали самолеты и привозили им там жвачку, условно говоря, ну или, не знаю, технику или лекарство, или какую-то еще еду. И они считали, что самолеты — это божественное создание, создание, и их привлекая, они из палок и соломы складывали на пляже самолеты. Им поклонялись. Они призывали самолеты, складывая самолеты. Но мой любимый пример другой. Одно из моих любимых книжек, которые я писал в своей диссертации, в частности, книжки Лазаря Лагина «Старик Хаттабыч», где Хаттабыч, а это, если кто не читал, джин, которого выловили, и он пионеру Вольке, который его выловил, пытается, значит, как-то услужить. И вот он видит, что у Вольки, ну, советский пионер, у него нет часов, конечно. А у кого-то есть часы. И он в Вольке дарит часы сразу. Часы из литого золота, они такие классные, но там нет механизма, потому что Хаттабыч ничего не знает про механизмы. Часы, они просто золотые, классные, но они не идут. Вот все плохое русское кино так устроено. Это имитация чего-то, внутри чего нет механизма. Почему работают «Мстители»? Не потому, что у них больше знаменитых актеров и спецэффектов, и средства маркетинга. Это все херня, это все неважно. Потому что внутри есть механизм. Определенная потребность в американском обществе привела к тому, что в 30-х годах придумали супергероев. Определенная технология была в том, чтобы рассказывать о них именно в форме комиксов. Было определенное сходство между комиксами и кинематографом. Комиксы похожи на раскадровки. Поэтому со временем стали появляться телесериалы, фильмы и мультфильмы по этим комиксам. А человечество чувствовал себя неуверенно после целого каскада терактов, но в особенности 11 сентября. Люди вернулись к образу супергероев, который принадлежал для них к детству популярной культурой американской. Они снова впали в детство, желая, чтобы пришли люди с неба и их спасли. И они придумали себе этих героев и целый их коллектив, который придет их спасать, о чем рассказывает каждая серия «Мстителей», поэтому этот фильм популярен. Этого механизма за фильмом «Защитники» нет. Ну, условно говоря, нет русских людей, которые мечтают, что из леса придет медведь и их спасет. Это придумал Сарик Андреасян. То есть это все имитации героев. За ними нет мифологии, за ними нет предыстории, за ними нет аудитории, которая в Америке поколениями исчисляется. И поэтому это не работает. Не потому что американцы купили все кинотеатры, и поэтому все ходят на американские фильмы. И не потому что у американцев все профессиональнее. Просто американцы, когда садятся, собираются сделать фильм, они задают вопрос, что интересно публике? Что людям интересно в зале будет посмотреть? О чем? Дальше они думают, в какой форме им будет интересно это? Дальше они думают, а кто подойдет для того, чтобы воплотить этот образ? А кто будет сценарист, который напишет эту историю? Как происходит у нас? Садятся такие же примерно люди, они думают, что они такие же, говорят. Так, какой фильм в прошлом году все смотрели? Горько. Сделаем тот же фильм, где все будут бухать, и это будет русская комедия. Все на него пойдут. И делают фильм, и это не работает, потому что это просто имитация. Нет этого механизма, нет вопроса о том, что хотят зрители. Зрители смотрели вот такую шнягу, сделаем такую же. И вот эти попытки копировать что-то, это есть имитация, которая, разумеется, не работает. Потому что есть один фундаментальный секрет, о котором не догадывается большая часть русских режиссеров, дистрибьюторов, продюсеров. Я открою сейчас тебе этот секрет. Зрители не идиоты. Они когда думают, как о таких вот детях в детском саду, которым если дали манную кашу, то они ее съедят. Во-первых, воспитатель сделает страшные глаза. Во-вторых, другой еды не будет. Не так. У зрителей есть уже другая еда. И страшные глаза Сарик Андреасян их не испугают. Они пойдут на другой фильм, а на этот не пойдут. Поэтому, честно говоря, все попытки российских властей, вот министр культуры Мединский очень этим прославился, сделать так, чтобы зрители смотрели больше русского кино, это все точно так же смешно. Потому что зритель будет смотреть больше русского кино только в одной ситуации. Если будет принят федеральный закон, по которому каждый, кто не посмотрел пять русских фильмов в месяц и не отчитался корешками билетов, будет выпорот на лобном месте. Ты как-то признался, что был один случай, когда ты побоялся писать плохое мнение о фильме? Может быть. Я сейчас уже не вспомню, о чем. «Тайна печати дракона». Ну, я не то, что побоялся, но как-то… У меня иногда возникают, как у людей бывают свои фавориты, а бывает, что возникают антифавориты. Вот продюсер Петрухин, и это продюсер фильма «Тайна печати дракона» и режиссер Олег Степченко. Вот. Все, что они делают, вызывает у меня ужас. Начиная с первого их фильма. Назывался… Это была типа комедия «Сматывать удочки». Потом была «Бархатная революция», «Мужской сезон». Вот. По-моему, все, что они делают, это какое-то антикино. То есть люди, которые лишены вообще любых способностей к деланию кино, делают кино. И все, что с их точки зрения… Ну, это, не знаю, как дети, которые играют в поваров. Они приходят к холодильнику, берут оттуда все, что они там находят, дальше все это шинкуют, кидают в кастрюлю, варят и думают, что так должен получиться суп. И каждый их фильм выглядит именно так. И в какой-то момент я понял, что мне надо просто сдаться. Я выгляжу сам в собственных глазах каким-то хейтером почему-то. Петрухина и Степченко, которые совершенно ничем не заслужили. Мало ли у нас людей, которые делают плохие фильмы. То есть это не тот случай, что выскажусь плохо – открутят голову? Ой, нет, это я ничего не боюсь. У меня один раз в жизни было, что режиссер, нет, продюсер фильма мне угрожал набить морду в ответ на мою рецензию. Мы, кстати, сейчас дружим. И он, наверное, уже даже не помнит об этом. Ну, это был Сережа Чилиянц, продюсер фильма «Бумер», который мне очень не понравился. Я написал негативную рецензию. До сих пор считаю, что фильм очень средний. Вот. И романтизирующий, конечно, бандитов. И совершенно вторичный. А «Крестный отец» не романтизирует бандитов? Нет, «Крестный отец» о разрушении личности. «Крестный отец» – фильм о том, как идеалист и ветеран войны превращается в убийцу и бандита. Сначала он это делает, чтобы защитить свою семью, а потом ему уже нравится быть главой клана. «Крестный отец» – очень страшный фильм. И я, конечно, понимаю, что кто-то может смотреть его иначе. В замечательном фильме «Мату Гарона Гамора» показано, как гопники с юга Италии смотрят «Лицо со шрамом». Они смотрят, думают, как классно. Но от этого никто никогда не застрахован. Фильм «Лицо со шрамом», конечно, рассказывает о распаде и падении личности. И любой человек, который смотрел этот фильм, если у него есть мозги в голове, ну, не у всех есть мозги в голове. Любой человек с мозгами в голове это понимает. Вот. И, конечно, Аль Пачино играет колоссальным образом во многих фильмах именно этот распад. Сторонники Бумера скажут, а вот это фильм про распад и личности, и государства. Ну, может быть. Просто я этого не увидел. Понимаете, друзья, я же просто критик. Я же не судья, который пишет приговор, и после этого вы садитесь в тюрьму. Ну, какой-то фильм мне понравился, какой-то не понравился, какой-то я «Балканский рубеж несчастный» до конца не досмотрел. Я тоже человек. Главное в том, чтобы я не скрывал этого, и я не говорил, что я Господь-Бог, который предписывает этому фильму отправиться в забытие, а этому стать всенародным хитом. Это не в моих силах, и слава Богу. Я не хотел бы, чтобы это было в моих силах. Почему Тарковский величайший русский режиссер? Мне кажется, что каждый великий режиссер, безусловно, Тарковский один из них, существует в истории мирового кино, потому что он придумал что-то абсолютно свое, свой мир, свой киноязык, свой способ общения с аудиторией, который никто другой до него не создавал, и который повлиял на многих других людей. Именно это произошло в случае с Тарковским. Что произошло с ним? Во-первых, был сильнейший контраст между тем, чем являлось советское кино вот тогда, в 60-е, 70-е годы. Оно было подчинено идеологии, с которой оно, с которым оно боролось, или которому чаще подчинялось. Тарковский человек, который первый поставил этот дуализм под вопрос, задался вопросом, а можно сделать так, чтобы быть вне этой идеологии вообще, чтобы вот не быть ни советским, ни просоветским, ни антисоветским, жить в своем мире. И он очень быстро уже к третьему фильму нашел, как это сделать. В первом фильме он это делал в рамках советского жанра, кино про войну, я говорю про Иваново детство. Но тоже герой его был мальчик, у которого совершенно был свой резон. Не потому что он ненавидел там фашизм, он шел воевать. Он просто мальчик-сирота, он прибился, стал сыном полка, прибился к этим самым военным, к партизанам. И это такая противоестественная жизнь мальчика внутри войны. В фильме Андрей Рублев, который является, кстати говоря, тотальным фэнтезием, мы понимаем, что об этом времени очень мало что было известно. Все историки своего времени дико клеймили Тарковского и говорили, что все это неправда. А сейчас основное количество, основной массив данных о жизни русских иконописцев люди получают из этого фильма. При том, что даже то, как люди там разговаривают, конечно, так не разговаривали в средневековье русском. Это невозможно себе представить. Там половина слов, которые просто не употреблялись. Ну, неважно. Я не об этом. Там опять показана эта модель. Вот ты разговариваешь с Богом. Ты пишешь иконы. Можешь ли ты быть свободен от того, что здесь татаро-монгольское нашествие? Здесь какие-то князья кому-то глаза выкалывают и дают тебе какой-то заказ. А ты разговариваешь с Богом. Как ты можешь в этом всем жить? Это вопрос, который Тарковский задавал и себе. Он живет посреди огромного тоталитарного государства. Как быть художником? Это очень серьезный вопрос. И открыто его задать — это, ну, большое дело. И одно дело, когда его задает Феллини в фильме «Восемь с половиной», где у него главная проблема — как очень красивому мужчине в кризисе среднего возраста выбрать из десятерых очень красивых женщин. На одной из которых он женат, а с другой он помнит из детства. Вот его главная проблема. У Андрея Рублева другие проблемы. У Тарковского другие проблемы совсем. И вот эта напряженность поиска и внутренней борьбы за независимость на самом деле и привели сначала к Солярису, потом к Сталкеру. А что это такое? Это фильмы… Вот в Сталкере есть эта зона. Это же зона абсолютной опасности и абсолютной свободы. Это глобальная метафора. Три человека входят в зону, где возможно всё. Где возможно любая опасность, но и возможно исполнение любого желания. И мне кажется, что Тарковский пришёл к этой абсолютной свободе и совершенным воплощением, мне кажется, тем фильмом, на котором он и стал величайшим, одним из величайших режиссёров в мире и величайшим в России, стал фильм «Зеркало». Потому что «Зеркало» — это, по идее, разговор о себе. Но там нету никакого «я». В его зеркале отражается весь остальной мир. Там нету героя-раскачика, есть только голос за кадром, который озвучивает Смутуновский. Есть отец, есть мать, есть детство, есть война, есть индивидуальная судьба героя, которого мы не видим. Есть только «Зеркало». И оказалось, что в этом «Зеркале», в фильме, в котором нет никакого сюжета, может отражаться абсолютно любой зритель. Что этот фильм очень таинственный, до сих пор непонятный. Ларс фон Тривенли говорил, что смотрел его двенадцать раз, и так ничего я не понял на двенадцатый раз. Но там не надо понимать. Это ещё искусство, которое разговаривает с тобой вне понимания. Сейчас это делает Дэвид Линч. Но в те годы, когда делал Тарковский, этого не делал почти никто. Фильм, который не рассказывает тебе историю, не требует от тебя что-то конкретного понимать, а который просто говорит с тобой о самых главных вещах. А это ветер и огонь, мать и отец, жизнь и смерть. Это самое главное, основное. И это была история на самом деле его. Это был фильм о нём. Это зеркало, в котором отражается, хоть его и не видно, режиссёр, автор. И вдруг в нём не было вообще ничего советского. И он снимал там мальчика, который идёт по какому-то снегу, советского мальчика. А мы видели там охотников на снегу Брейгеля. То есть он прорвал эту стену советского, которая оказалась вообще непробиваемой. Находясь, живя в СССР, и вышел в какой-то астрал. Вот в этот океан соляриевский. В эту зону сталкера. В иное пространство, в котором он вдруг оказался абсолютно свободным. И вот эта абсолютная свобода, это его уникальное качество, это его гениальный скилл. Вот как у супергероев из «Мстителей». Вот эта невероятная творческая свобода, которую он внутри своих фильмов добивался. И мне кажется, что фильмов более свободных, чем «Зеркало», до сих пор очень мало их можно сочетать по пальцам, ну, может быть, двух рук. Много легенд о том, насколько досконально Тарковский готовился к фильмам. Это и засеянное поле специально за год до «Зеркало», чтобы нужный цвет был вдали. Это и тысячи раз переписанный сценарий со стругацками «Сталкера», и многое-многое другое. Мог ли бы он снимать такие же фильмы сейчас, когда технология гораздо более жесткая? Ни времени, ни денег для такого нет. Ну, вроде бы нет. Ну, есть ответ на этот вопрос. Другой, величайший для меня, второй после Тарковского русский режиссер, Алексей Герман-старший, ныне покойный, к сожалению, две свои последние картины, делал примерно по семь-восемь, по-моему, трудно быть богом, и десять лет. Это было очень долго, это видно на экране, как это долго и сложно делалось. Эти фильмы делались не для коммерческой выгоды, а для вечности. Я уверен, они принадлежат вечности, будут еще этой вечности, оценены и прочитаны в большей степени, чем они прочитаны сейчас. Для очень больших художников другие правила, все возможны. Я помню, как возмущались многие мои коллеги, когда Сокуров сделал за государственные деньги на немецком языке в Германии фильм «Фауст», с которым он выиграл Венецианский фестиваль. Ну, это законный вопрос. Типа, вот эта вот статуэтка «Золотой лев», она стоит там каких-то миллионов, которых стоил фильм, на которые не пошли миллионы зрителей. Но для меня нет такого вопроса. Для меня это однозначно. Эта картина, конечно, стоит любых денег и любых усилий. Вообще никаких денег не жалко на искусство, если уж на то пошло. И времени. Никаких не жалко. Никаких, ни в каких обстоятельствах не должно быть жалко. Деньги надо жалеть на другие вещи. На вооружение, на спецслужбы, на всякие другие бессмысленные вещи. На пропаганду, на телевидение. Вот телевидение – абсолютное зло. Существует какая-то система, которая столько бабла жрет, непонятно зачем, и производит какой-то бесконечный шлак ежедневно. Какая-то мясорубка по производству шлака. Засовываешь деньги – производят ничто. Ты берешь бюджет любого федерального канала за один месяц и даешь его Тарковскому на 10 лет. Он 10 лет делает свой шедевр, который будет жить после этого много столетий. Может ли великий режиссер в великом фильме поджигать живую корову? Ну, может, потому что он это делает, возможно. Я думаю, что есть люди, которые это делали. Про Тарковского до сих пор ходят разные слухи, поджигал ли он живую корову или все-таки нет. Нет, она точно горит, но просто два вопроса. Она в накидке или не в накидке? Да, да, именно так. Нет, у меня будет ответ из двух частей. Никаких моральных оправданий для человека, который мучает живых существ ради искусства, в моих глазах не существует. Этот человек не имеет оправданий, и он не может быть за это прощен. Ну, остальное – вопросы к следственным органам. Является ли это деяние наказуемым по уголовному кодексу? Это не моя забота. Вторая часть ответа. Делает ли подобный криминальный акт для меня отвратительным и, ну, таким, отвергнутым априори, что ли, то произведение искусства, которое получилось в результате? Нет. Очень многие произведения искусства были совершены с нарушениями всех норм морали и этики. И я попросил бы здесь не проводить такой логической подмены, которую часто проводят, когда люди говорят, ну, да, получается, что надо обязательно кого-нибудь замучить, чтобы получилось хорошее кино. Типа, не сжег корову – не получился Андрей Рублев. Нет, возможно, не сжечь корову и сделать Андрея Рублева. Но, если Андрей Рублев был сделан при помощи сожженной коровы, Тарковскому нет прощения, а фильм остается гениальным. Вот такой парадокс. Человек несет ответственность за то, что он сделал. Произведение искусства, и особенно фильм, остается произведением искусства. Почему особенно фильм? Потому что эта авторская теория, придуманная Базеном и Трюфо, научила нас говорить, что Андрей Рублев – это произведение Тарковского. Нет, друзья мои. Это «Сороковая симфония Моцарта» – произведение Моцарта. А Андрей Рублев – это произведение нескольких, видимо, сотен человек, каждый из которых вложился в творческий труд, в то, что оно появилось. И то, что один из них, возможно, был сумасшедшим или сволочью, сделал что-то нехорошее – это повод для того, чтобы этому человеку не подавать руки, чтобы подать на него в суд, чтобы отправить его за решетку. Но труд произведения остается произведением. Если автор произведения «Негодяй» на твое отношение к произведению это влияет? Это зависит от негодяя и от произведения. Ну, вот пример. Роман Поланский совершил изнасилование несовершеннолетней девочки. Я много об этом читал. Я понял, что это было в те годы, когда были большие дискуссии о возрасте согласия, и это не считалось педофильской акцией. То есть, условно говоря, человек проделал со своей психикой несколько операций, убедив себя, что это не изнасилование, а это не совсем несовершеннолетнее. Понятно, что все это мертвому припарке. Еще раз, человек должен быть, конечно, за это судим. Я смотрю фильмы Романа Поланский, и они мне очень нравятся. И я брал у него интервью пару раз, и мне с ним было интересно разговаривать. Но интервью — это, опять же, профессиональная работа. Я не смотрю на это как на дружбу или отношения. Я не ходил бы к нему в дом. Но, честно говоря, один из самых почитаемых мной режиссеров русских, Алексей Балабанов, позволял себе высказывания, которые лично ярость ценю, как ксенофобские и антисемитские. Хотя у него есть много друзей, которые говорят, что, конечно, он таким не был. Ну, я не хочу в эту дискуссию встраиваться. Просто для меня этих высказываний было достаточно для того, чтобы близко к нему не приближаться. Это мое личное, мои личные внутренние отношения с Балабановым и с его творчеством, которое, ну, это никак не отменяет того факта, что для меня «Груз-200» — один из лучших фильмов, снятых вообще в России после СССР. Для меня это так. Я не могу ничего с этим сделать. Я смотрю фильм. Я не смотрю на портрет Балабанова, я с ним не разговариваю. Я смотрю произведение, и если оно говорит мне очень многое, если оно мне что-то сообщает, то что говорить? Мой самый любимый композитор — Рихард Вагнер. Вагнер — он родоначальник современного антисемитизма. Я наполовину еврея, для меня антисемит — человек, к которому я не приближусь на пушечный выстрел. Я буду его презирать. Но я не слышу в «Кольце небелунгов» этого и в «Тристане» и «Изольде». Я люблю эту музыку, и я, скорее всего, буду продолжать ее любить. Так что вот ответ — он совершенно однозначный. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Вообще про кино вот именно «Справочные вопросы» или «К бездна» задавали там, но один я не задал. Давай. Почему Никита Михалков больше не снимает крутых фильмов, а Андрей Кончаловский, судя по всему, еще в деле? Они очень разного типа режиссеры. И Никита Михалков выработал свой авторский стиль, который в какой-то момент начал у него так очень красиво, живописно гнить и разлагаться. Это началось, наверное, в «Сибирском цирюльнике». Это был первый признак этого гниения. И дальше оно такими красивыми, живописными метастазами начало расползаться. Вот. А Андрей Кончаловский, он не обладает таким определенным авторским стиль, у него очень разные фильмы. И он всю жизнь искал там, здесь, и он остается в своем возрасте довольно почтенным ищущим режиссером, ищущим человеком. Никита Михалков все давно нашел. Ему очень нравится «Великая Россия», «Владимир Владимирович Путин», «Власть везде, где он эту власть имеет», «Союз Кимитографистов», «Московский фестиваль», «Звание главного русского режиссера». Я думаю, он не сомневается, что он главный русский режиссер. Пожалуй, снимать не нужно. Как Людмила Зыкина в анекдоте. Просто ходи туда-сюда. Вот. Никита Михалков давно уже ходит туда-сюда, ему не надо снимать кино. Что обидно. Я бы с удовольствием посмотрел его новый фильм. Мне очень интересно. А что такое метастазы в «Сибирском цирюльнике»? Ну, когда он сам в образе коня императора на коне выезжает с усами, и сам себе нравится. Ну, какие здесь могут быть вообще… Ну, а ты ему не веришь? Нет, конечно. Ну, я верю ему. Я верю ему. В эту минуту должны просто идти титры. Я Никита Михалков, царь на коне. Я люблю быть на коне царем. Мне это очень нравится. Как в романе Владимира Сорокина. Это может заполнить весь экран. Вот. Это заполняет весь экран. Хотя там этих слов нет. Это в своем роде очень трогательно. Ты же постоянно общаешься с режиссерами. Бывает. И формально, и неформально. Хоть раз. Либо после общения, либо после рецензии тебе прилетала обратная связь. Вот в таком духе. «Антон, ну ты загнул. Я вообще такого не имел в виду». На самом деле, в основном, чаще всего, люди приходят благодарить за тот дополнительный смысл, который, возможно, придумал я, а они не имели в виду. Они очень редко говорят, что «ну ты загнул, ну ты даешь». Вот Балабанов был такой человек, которому очень не нравились какие-то там дополнительные трактовки. Ему казалось, что это нарушает его авторский замысел. Я помню, когда меня познал Алексей Юрьевич Герман, когда я написал какие-то тексты про его фильмы. Говорит, слушай, спасибо. Говорит, я ничего не понял, но ты меня с Прустом сравнил. Вот это круто. Типа, спасибо, чувак. Думаю, ну хорошо, вот так это работает, это слава Богу. Но, в принципе, каждый автор на самом деле, никто не переживает за искаженный свой замысел, если только это не фильм, не текст, в котором ты изругал его фильм. Тогда да, они говорят, ты как мне мог, ну вот как приходили ко мне там после этого союза спасения, как ты объясняешь, что мы там хотим расстрелять всех бунтовщиков? Да нет, да мы мирные, мы никого не хотим повесить. Ну окей, ребят, хорошо, в фильме так получилось. Вот, и это да. А если ты хвалишь и придумаешь даже самые завиральные мысли, тогда на самом деле тебе только скажут спасибо. Но вообще, я очень часто сталкиваюсь с ситуациями, и я тогда всегда про себя, ну я могу сейчас об этом сказать без конкретных примеров, всегда про себя себя очень хвалю. Когда я что-нибудь такое напридумал безумное про фильм, а потом я разговариваю с режиссером уже, и рассказывается, что я это не придумал, а открыл, оно там действительно есть. Ну это попадание. Ну это не случайное попадание. У меня недавно был такой случай с Виктором Косаковским, он сделал документальный фильм про свинью. Вот, прекрасный. Он вегетарианец, это жизнь свиньи на ферме, ее поросят и прочее. В четыре утра ставал каждый день. Да, да. И там свинья, и есть коровы, и есть куры. И я когда писал с Берлинского фестиваля про эту картину, ну там нет сюжета, который пересказывать, особенно не проанализируешь это все. Короче, у меня мысли гуляли туда-сюда, и я стал сравнивать ее с живописью, и сравнил с картиной такого очень хорошего Паулюса Поттера. Это голландский живопись 17 века, и у него есть картина «Бык». Там нет такого особенно быка, там коровы, в этом фильме. Но просто эта картина, огромная картина, полотно такое на целую стену, где в центре бык, и человек рядом с ним такой незначительный и так далее. И я привел его просто в пример, что вот Ксаковский так снимает свою свинью, как там голландцы рисовали, например, Поттер рисовал своего быка. А потом я разговариваю с Ксаковским, он говорит, я когда работал над фильмом, у меня на рабочем столе компьютера была эта картина. Эта картина меня привела к этому. Как бы никакой формальной связи между этой картиной и фильмом нету. Но каким-то образом я где-то это почувствовал и уловил. — Ты не знал? — Нет, конечно, нет. Поэтому у меня много было таких, на самом деле, историй. Я одну просто рассказал. Поэтому, когда твоя фантазия на что-то тебя критическое наталкивает, на какие-то параллели и так далее, я никогда не говорю себе «стоп». Я всегда думаю, что, возможно, что-то за этим есть, и, может быть, под этим есть какая-то подоплека. И у меня несколько было таких случаев. Ты миллиард раз составлял топы фильмов и всего остального. Я не хочу тебя мучить этим, но я тебя прошу с пониманием отнестись к людям, которые будут смотреть. И многие... Пацаны, поправьте меня. Вы часто бываете в статусе «Чё посмотреть вечерком?» И всё, уже весь топ-30 АМДБ просмотрен давно. Всё просмотрено. Новинки и прочие вещи. Давай поможем людям следующим аттракционам. Я называю жанр, а ты называешь одно название фильма, которое стоит людям посмотреть. Мне надо же какие-то редкие называть фильмы. Может, у меня будут самые очевидные простые фильмы. Ну, давай посмотрим. Не обязательно то, что ты лучшим считаешь в этом жанре, а то, что вот большому количеству людей понравится. Давай сделаем попытку. Детектив. Ну, я назову, а вы меня будете ненавидеть. Хорошо. Воспоминания об убийстве. Это фильм Пон Джунхо, режиссёра «Паразитов». Там есть одна очень противная, раздражающая деталь, но я вам её не скажу. Вы её увидите, когда будете смотреть фильм. Кайф. Фильм «Катастрофа». Фильм «Катастрофа». «Перевал Кассандры». Обожаю этот фильм из прошлого. Он совершенно прекрасен. Триллер. Очевидно, что это должен быть Хичкок. Но какой? «39 ступеней». Вот многие их не видели. Чёрно-белый фильм старый. Фильм про войну. «Проверки на дорогах Германа». Фильм по комиксам. Ну, «Джокер». Я не буду далеко ходить. Он шикарный. Фильм по книге. «Старикам здесь не место, братьев Коэнов». Документальный фильм. «Шоа». Великий фильм Клода Лансмана. «Девять часов разговоров о Холокосте». То, что вам нужно в этот вечер. «Девять часов». Да. Оторваться невозможно. Никогда этого фильма не забудете. Рядом с этим список Шиндлера — это просто ну погоди. Серьёзно? Да. А ты в несколько заходов смотрел? Да. Но на большом экране. Мне повезло. Ааа. Ты просто несколько раз приходил в кино. Да. Это были показаны на фестивале. И там было два или три сеанса с фрагментами. Короткометражка. У меня есть одна любимая короткометражка. Ну где вы её возьмёте? Я даже не помню её название. Это 50-секундная короткометражка Дэвида Линча, снятая на камеру братьев «Люмьер». Это проект, который называется «Люмьеры компания». Там на люмьеровскую камеру великие режиссёры снимали свои фильмы. И у Линча самый лучший. Фильмы, которые ты, кинокритики и в целом любители кино называют великими, они не очень доступны для широкой публики без какого-то дополнительного контекста, прочтения или чего-то ещё. Ну вот Алексея Германа ты смотришь? Даже мой друг Иван Лапшин. Да, там есть сюжет, там великая игра актёров и всё остальное. Такой размеренный темп. Не каждый человек, когда фильм заканчивается, поймёт, что в нём особенного. Я уже не говорю про «Трудно быть богом», который… Ну это авангардное произведение, совершенно иначе всё. Да. И Тарковского. Тарковского тяжело смотреть в большей части человечества. Есть некоторая несправедливость в том, что вот такие фильмы, которые искусство, они тяжело понятны большому количеству людей. Вот «Сикстинскую капеллу», когда ты видишь, вот этот вау-эффект и какое-то понимание того, что это круто, оно до большего количества людей доходит. Ну пожалуйста, просто ты сравнишь «Сикстинскую капеллу» в данном случае с Тарковским, а давай сравним её с чем-нибудь другим. Есть другие великие фильмы. Давай сравним её с «Касабланкой», например. Да. Давай сравним её с «Бриллиантовой рукой», это тоже великий фильм. Не менее великий, чем «Зеркало» для меня. Взя, «Касабланка» и «Тарковский» тебе на одном уровне. Да, почему нет? Ну это же разные жанры, мне казалось. Да, так и есть. Как ты назвал это? Арт-мейнстрим? Да, есть такое выражение. Арт-мейнстрим. Ну вот «Касабланка» — это всё-таки арт-мейнстрим. Да это просто мейнстрим, но ничего плохого тоже нет. Ну да. Ну как бы вагнеровские оперы трудно слушать, они очень длинные. Есть ещё более трудно слушаемые вещи, тоже гениальные. А «Моцартовские симфонии» гораздо проще, они мелодичные. Но песни «Битлз» ещё гораздо проще, чем «Моцартовские симфонии». И по-своему своё величие есть в них во всех. Оно по-разному манифестируется и для разных людей по-разному работает. Вот на самом деле и всё. У меня был случай, когда, к разговору о Вагнере, вот я вот очень люблю Вагнера, действительно важный для меня композитор. Мы с моей приятницей Ритой Митрофановой, она меня позвала, у неё был эфир на «Маяке», где хозяин эфира, хозяйка — это она и гость, а гостем был я в этой ситуации, заводят по одному треку, а люди, слушающие, голосуют, какой трек им больше нравится. Я заводил классику только, а она по псу. Но «Увертюра» из «Тангейзера» она была популярнее, чем «Абба», она лучше сработала. Просто люди стали голосовать. Конечно, они не пойдут специально «Тангейзер», «Грот Венеры», «Три часа опера немецкая», господи, никто не пойдёт на это. Но вот ты слышишь вдруг какой-то там пяти-минутный фрагмент, и ты умираешь от его красоты. Ты умираешь от его красоты. У меня был момент в детстве, очень хорошо помню, не в детстве, в детстве у моего ребёнка старшего. Я щёлкал каналами телевизора. Вот небольшой телевизор. Была в комнате моя жена, был я и был наш трёхлетний, к этому моменту примерно сын. Может, четырёхлетний, не знаю. И вот я щёлкал каналами, и там было зеркало. И там была эта сцена, где мать моет волосы. Там медленно-медленно эта вода течёт. И я остановился, и как в фильме, оно очень медленно снято, и мы все втроём замерли вот так вот. И смотрели на это. И мы смотрели минут, наверное, пять. Это был какой-то сеанс гипноза. Невозможно было оторваться от этого. Понимаешь, просто мешают эти слова. «Тарковский», «Умное кино», «Шедевр», «А если я не пойму». Вот это вот всё мешает. Вот это всё мешает. А если ты просто вдруг оказался, один ты человек наедине с экраном, и ты это увидел. Оно может очень мощно сработать. И «Вагнер» может сработать мощнее, чем «Битлз». Хотя я очень люблю «Битлз». Это кажется, что что-то сложнее, а что-то проще. Нет никакой сложности. Есть возникающий или невозникающий контакт. И контакт этот может возникнуть с чем угодно. Вот есть, например, композитор София Губайдулин. Она гениальный композитор, и у неё очень сложная музыка. Но она зарабатывала, как многие композиторы с сложной музыкой, и писала музыку для фильмов и для мультфильмов. И все советские дети были фанатами её музыки, потому что её саундтрек к мультфильму «Маугли». Гениальный саундтрек. Убери изображение, приведи их людей в консерваторию, и включи вот ровно эту музыку. Они скажут через три минуты. Я не понимаю такую музыку, она на меня не действует. Но когда на экране при этом дикие пчёлы жалят «Маугли» под эту музыку, эта музыка заставляет тебя бояться, зажмуриваться, отворачиваться. Это просто другой контекст. Ты говорил про поворот винта. Ну, это прекрасная метафора того, как искусство может менять человека. В данном случае, например, фильм. И вот лично для меня, для «Чайника», но тем не менее, который очень пытается, пытается постигать в том числе великие примеры кинематографа, есть вот два типа фильмов. Есть, например, «Мой друг Иван Лапшин», который я смотрю, мне кое-что понятно сразу, но всё остальное я, разумеется, буду… Во всём остальном поворот винта случится, когда я буду изучать дополнительные материалы, литературу и всё остальное. А есть, например, «Жизнь прекрасна». Я его смотрю, и вот поворот винта происходит уже сразу. Можешь посоветовать фильмы типа «Жизнь прекрасна», в том числе для тех, кто будет смотреть, чтобы это было арт-кино, и при этом, чтобы люди могли врубиться, даже имея такое скудное образование и эрудицию, как я. Я, кстати, для начала в качестве маленького вступления тебе скажу, что… Ни хрена не арт-кино «Жизнь прекрасна». Нет-нет, что у меня… Ну, арт, потому что он был на фестивале и там победил, потом он получил Оскар, значит, это вполне арт, это не просто коммерческий. У меня было наоборот. Я увидел ребёнком кусок из фильма «Мой друг Иван Лапшин», я ничего там не понимал. Я увидел кусок, где убивают Миронова вот ножом в живот. И я был уверен, что это настоящая смерть. Я это видел, я не мог не верить тому, что она настоящая. И эта сцена, она произвела на меня такое впечатление, что она мне потом по ночам снилась. Это… Я не смотрел на начало, не понял, про что этот фильм. Мне было, не знаю, 10-12 лет. Вот. А «Жизнь прекрасна», мне кажется, абсолютно фальшивым фильмом, вообще на меня не действует. Потому что мне кажется, что… Ну, правда, честно, я смотрю… Я очень люблю Роберто Бенини, он дружит с Джармушем, снимал в своих гениальных фильмах, супер смешной там. А этот фильм для меня не работает. Для меня это просто такая слащавая сказочка вокруг темы, которая не очень к этим слащавым сказочкам располагает. Для меня. Вот. Поэтому я просто к тому, что… Ты излагаешь некую схему, что один фильм работает только с комментариями и только для тех, кто понимает, а другой сразу напрямую бьет в сердце. Не обязательно. Может быть, наоборот. С этими даже двумя фильмами. Со мной, наоборот, не потому, что я больше видел фильмов, чем ты. Это вообще не связано ни с чем. Ну, мне кажется, это связано с тем, что у нас с тобой разница в прочитанных книгах примерно в 10 тысяч, а может быть, в миллион. Ну ладно. Это, на самом деле, для эмоционального опыта это не всегда важно. Иногда важно, иногда вообще нет. Правда. Вот. Что касается нескольких рекомендаций такого рода, я их, конечно, с удовольствием дам. Во-первых, мне кажется, что идеально прокачивает этот скилл понимания кино как искусства и в то же время как эмоционального опыта смотрения Чарли Чаплина. Это абсолютно элементарное кино. Он может показывать ребенку даже очень маленькому. Я в прошлом году сходил на большом экране, показал три или четыре фильма Чаплина своему младшему сыну девятилетнему. Вот. И мне очень понравилось, что мы с ним одинаково реагировали. Вот где он смеялся, там и я смеялся. При том, что, как ты говоришь, разница в десятках тысяч прочитанных книг. Никакой разницы нет. Когда этой разницы нет, это очень всегда круто, очень здорово. Чаплин здорово работает еще и потому, что это очень смешно и живо. И ты понимаешь, что смешным, живым и интересным может быть фильм, который является немым и черно-белым. И это не проблема. Потому что всем кажется интуитивным, что все-таки какая-то проблемка в этом есть. Какой-то другой язык, с которым надо переводить. Нет. Посмотрите «Новые времена». Это так смешно. Или «Огни большого города». Вы будете плакать в конце. Хотя это супер наивно и простодушно сделано. Вы будете плакать в конце. И это дико круто, что вы будете плакать в конце. Второй совет. Совершенно из другой области, из другого мира. Посмотрите мультфильмы «Хаяо Мейдзаки». Почему? Это одновременно, в том числе для детей, ну там для разных возрастов, разные фильмы. Это абсолютно внятные, увлекательные, очень красивые истории. Во-первых. Во-вторых, это приглашение в совершенно другую культуру, японскую. Которая не в каждом его фильме напрямую проявлена. И все равно она там есть. В-третьих, это демонстрация того, на что способна анимация. Во-вторых, это уникальный случай абсолютно авторского кино. Сто процентов. Никто кроме Мейдзаки не может сделать вот такие мультфильмы, как делает он. Это невозможно имитировать. Вот «Унесенные призраками» невозможно создать. Никто не может сделать, как он. Или там «Небесный замок Лапута». Но при этом это супер коммерческое кино. Все его фильмы имеют огромный успех в прокате. Причем из самых разных стран. Так же работают американские соседи и братья Мейдзаки. Продукция студии Pixar. Особенно такие экспериментальные фильмы, как «Головоломка», «Валли», «Рататуй». Это все новаторские мультфильмы. Мы все это принимаем, как будто так и надо. Мультфильм, где главный положительный герой — это крыса-повар, крыса на кухне. И это абсолютно неосуществимая вещь. История о любви двух роботов, в которых нету слов вообще. И два робота друг друга любят, и мы интуитивно понимаем, что это там мужчина и женщина, хотя у них нет никаких половых признаков. То есть это неосуществимые задачи, которые там осуществлены. Я уж не говорю про «Головоломку». Это просто вообще за гранью то, что такое сделано, такое возможно. Но при этом оно за гранью, если вдумываться. Но если ты просто это смотришь, тебе просто классно. Ты переживаешь за них. Ты не думаешь о том, как это работает. Ты просто думаешь о том, как это офигенно. Вообще мультфильмы очень хороши, потому что их очень сложно делать. Их делают очень интеллектуальные люди, настоящие большие художники. А при этом смотреть их люди начинают с раннего детства. Вот. Если говорить о кино, как бы, ну таком вот авторском настоящем кино, то я советую начинать его смотрение с тех фильмов, которые на самом деле подражали великому европейскому авторскому кино тому самому, про который мы говорим, что оно для нас сложно. А именно американский новый Голливуд. Это 70-е годы. Это ранний Скорсезе. Таксист. Таксист. Бешеный бык. Злые улицы. Это ранний Коппола. Очень всем советую фильм «Разговор», который не является таким известным, как «Крестный отец» или «Апокалипсис сегодня», но ничем не хуже. И когда вы посмотрите «Разговор» и скажете себе «Ух ты», после этого включите себе фильм, который на самом деле вдохновил картину «Разговор». Это фильм Микеланджело Антониони, одного из самых интеллектуальных, сложных, как считается, режиссеров «Фотоувеличение». Там тот же самый сюжет. Только в «Фотоувеличении» в разговоре сыщик подслушивает разговор двух любовников и из этого разворачивается детективный сюжет. А в «Фотоувеличении» фотограф подсматривает за двумя любовниками, предположительно кого-то убившими, и видит труп, случайно попадающий на его фотопленку. Когда так рассказываешь, сразу думаешь, ну это не какой-то интеллектуальный фильм с Каннского фестиваля, это, наверное, классная история, надо ее посмотреть, надо к ней так и относиться просто, и все. Конечно, Кубрик, но я не знаю, с чего начинает смотреть Кубрика, ну вот такая шоковая терапия, заводной апельсин. Ну, кажется, что дурачится, издевается над тобой. Ну, немножко. А почему это плохо? Ну так прикольно, если ты понимаешь, для чего это делают, и тебе классно, а классно для тебя? Надо до конца досмотреть, нет. Есть фильмы, от которых тебе совершенно не классно, не обязательно должно быть классно. Есть фильмы очень неуютные, в этом неуюте кайф. Вот, пожалуйста, эталонный пример «Забавные игры» Михаила Ханаки. Посмотрите их самый омерзительный и неуютный фильм на земле. Но как он с тобой это делает? Это отдельное искусство. Есть фильмы, которые являются челленджем, которые вызывают тебя на дуэль, тебя как зрителя. Ты, может, просто хочешь отдохнуть с попкорном, тогда это не для тебя. Но это будет очень интересно. Есть люди, которые, понимаешь, едут на гору и там по неподготовленной трассе катятся на лыжах, а есть люди, которые идут в парк развлечений, где их пристегнут, и дальше они ничего не будут делать, но у них мозг будет им сообщать, что у них приключения. Хотя их будет вот болтать на американских горках по той же траектории, что у всех остальных. Если ты выбираешь «Американские горки», ты смотришь другие фильмы. Ты смотришь «Пиратов Карибского моря». Ничего плохого про них не хочу сказать. Но если тебе интересен опыт этого лыжника, то ты можешь попробовать эти… Воспринимай это как челлендж. Это интеллектуальный челлендж. Любой фильм Ларса фон Триера разговаривает с тобой. Фильм «Догвиль». Это огромная история, рассказанная для того, чтобы в конце ты задался вопросом о том, как поступила героиня. Ты с ней или нет? А там очень жесткий поступок. Она говорит всех расстрелять, город сжечь. И ты должен вместе с ней, по сути дела, сжечь этот город. Это очень сильно. Это очень сильный опыт. Никакой развлекательный фильм тебе этого опыта не даст. Никогда. Ты никогда его там не получишь. Да, но мне классно. Я имел в виду необязательное развлечение. Когда я смотрел «Груз 200», мне тоже было классно. Это чудовищно, но… Тогда, ну как бы, для меня Ларс фон Триер, почти любой его фильм, но вот «Рассекая волны», «Танцующие в темноте», «Идиоты», «Догвиль» – сильнейшая картина. Каждая из них совершенно потрясающая. Наверное, я не испытывал на фильмах ни одного режиссера «Катарсис» так часто, как на фильмах «Триера». Или «Дэвид Линч», «Абсолютный мой кумир». Ну, как бы, это фильмы, которые взрывают твой мозг, с одной стороны, заставляют его лихорадочно думать. Ты чувствуешь себя Эркюлем Пуаро и комиссаром Мегре вместе, когда ты смотришь эти фильмы, потому что они заставляют тебя, ну, мозг твой заставляет тебя пытаться понять. И тебе никаких подсказок никто не даёт. Одновременно с этим ты не смотришь эти фильмы холодно, ты не понимаешь, что происходит, но твои органы чувств реагируют. Тебе страшно одно, тебя возбуждает другое, тебя смешит третье, ты даже не понимаешь, что тут смешного. Ты не можешь объяснить, но тебе смешно. В случае с Чаплином всегда можно разобрать и объяснить. В случае с Бениней — подавно. А здесь невозможно, невозможно объяснить, почему это смешно. А оно смешно. И это великая тайна, ты оказываешься перед тайной. Она более таинственная, чем «Улыбка Мона Лиза», которая тоже достаточно таинственная. Ты смотришь — не понимаешь. Знаешь, у меня есть одно из любимых моих произведений искусства, вообще мой любимый итальянский художник — Джорджоне. И у него есть произведение, оно висит в... Называется, по-моему, «Закат», может быть, «Восход», но кажется, «Закат». Оно висит в Лондонской национальной галерее. Оно сравнительно небольшое и очень классное. Там изображен какой-то пейзаж, где какой-то всадник, какой-то дедушка, кажется, отшельник, и еще что-то там происходит. И там сзади действительно какой-то то ли «Закат», то ли «Восход». И рядом экспликация, написано «Джорджоне», там, «Закат». На картине изображен мужчина на лошади, другой мужчина с бородой сидит, и в конце фраза общее значение этой картины остается неизвестным. И все! Вот оно есть, ты смотришь и... Знаешь, как известна эта легенда, когда осаждали город и сказали жителям, вы можете уйти и унесите на плечах, что унесете. Что унесете — все ваше. И вот так же ты из искусства выносишь, сколько вынесешь. Вот сколько твои плечи вынесут — смысл, сколько ты там найдешь — все твое. И это зависит от тебя. Если ты не хочешь этой лопатой работать и искать, ты никого золота не найдешь. А если хочешь, то найдешь. Сколько тебе будет в 2036 году? Начинается... 60. Сколько тебе было в 1999? 23. И финальное — в чем сила? Думаю, в правде. Ну хорошо, как сказать еще. Сила — это сила внутри. Да? Сила в каждом человеке. Она никогда не вовне. Она в тебе. Все остальное — это уже пространство для спекуляций. Конкурс. Что ты принес в подарок? Это моя книжка, вышедшая уже довольно давно. Про Ларса фон Триера. В том числе. Здесь все мои любимые режиссеры. Книга вышла уже 10 лет тому назад. И ее больше нет в продаже. Она называется «Уловка-21». Это своего рода реплика. Каламбурнал. Ну да, конечно. И здесь мне очень нравится, что мне удалось протащить на обложку кадр из одного из моих любимых режиссеров. Тех любимых, которых мало кто знает. Цай Мин Лян. Это пустой кинозал, в котором идет последний сеанс. И где сидят люди и призраки. На задней стороне обложки меня в этот зал вписал художник этой книги. Мне очень это нравится. — У кинозала примерно сейчас таким же образом. — Да, я знаю. — В разгар пандемии. Конкурс, друзья. Антон славен тем, что он делает ультракороткие рецензии на фильмы. Очень удобная штука, Антон. Не переставай я тебя... — Знаю. — Я тебя прошу. До 140 символов. Задание очень простое. В закрепленном комментарии написать ультракороткую рецензию на свой любимый фильм. Название и ту самую до 140 символов рецензию на этот фильм. Самый оригинальный, самый классный вариант получит вот эту книгу с автографом Антона Долина. Антон, спасибо большое за эти несколько разговоров.